ну давайте так потихонечку пока начинать сегодня у нас спасибо большое что пришли сегодня у нас первая часть обзора технического по весам думаю что сделаем еще как меню вторую а насчет третье мы еще думаем вот лишь сегодня будет у нас основной спикер выступающим я ему буду помогать в чате поэтому можете писать какие-то вопросы проще письма не буду отвечать ну либо лёш так понимать там будешь паузу да там делать и голосом тоже можно будет обсуждать коллеги после каждого модуля буду делать паузы можно будет обсудить ответить на какие-то вопросы может быть николай что-нибудь прокомментирует исходя из своего большого опыта ну вот как то так на самом деле действительно мы планируем сделать серию таких обстоятельных достаточно а вебинаров то есть мы никуда не торопимся сегодня скажем так вводный вебинар стараемся 40 минут уложиться это будут основы то есть мы рассмотрим чем отличается в принципе гиперконвергенция от традиционного подхода мы немного поговорим о том как организован непосредственно наш сторож в мвр в сан как это сделано физическом уровне как это сделано на логическом уровне поговорим про политики хранения и про то собственно как ходят байтики то есть его пас как данные записываются данные считываются но в дальнейшем мы рассмотрим скажем так поле глубоко устройство непосредственно веса на из каких программных компонентов он состоит и как они между собой взаимодействуют ну и посмотрим на мы посмотрим на всякие интересные топологии типа стресс кластера и скажем так кластера для филиалов состоящего из двух остов но это будет уже наверно на следующих вебинарах сегодня такая больше вводная лекция но опять же мы никуда не торопимся мы отвечаем на все вопросы и пытаемся скажем так максимально обстоятельно все это сделать окей давайте тогда потихоньку действительно начинать полем можешь микрофон просто выключить да если ты будешь включать микрофон я буду понимать что ты хочешь что-то прокомментировать давайте начнем и так что же такое гиперконвергенция в принципе зачем она нужна ну как вы знаете за последние 20 лет многие вещи которые мы раньше носили с собой часто и использовали повседневной жизни стали менее скажем так актуальны ну например самый такой яркий пример это бумажные карты которые сейчас уже никому не нужны все просто берут свой смартфон и соответственно смотрят карты на нем есть приложение для навигации есть приложение для метро и так далее дальше фотоаппарат я как бы последнее время мало вижу уже людей с большими фотоаппаратами зеркальными даже в отпуск многие берут уже телефон и этого вполне достаточно не говоря повседневной жизни также калькулятор часы принципе да это все осталось эти замечательные предметы занимают свою нишу но иногда удобнее действительно использовать большой стационарный калькулятор на столе чем пользоваться там программным калькулятором в телефоне или в компьютере фонарик календарь и так далее то есть как вы видите наша жизнь за последние 10-15 лет скажем так сильно упростилась все для чего раньше нужны были отдельные предметы теперь мы можем сделать с помощью простейшего нашего мобильного телефона который есть у каждого в кармане ну разумеется и и профессиональные фотоаппараты никуда не делись и карты иногда там нужны особенно для всяких специфических целей типа военных и часы многие используют как скажем так аксессуар но в принципе это все ну не надо носить с собой каждый день и люди этим пользуются только от случая к случаю основную часть задачи выполняет телефон соответственно обжить жить стал проще то же самое можно сказать и об инфраструктуре центра обработки данных ну вот например как выглядит традиционная архитектура центра обработки данных это какое-то количество серверов причем часто серверы от разного производителя это понятное дело сетевые свечи то есть коммутаторы без них далеко не уедешь то есть сеть нужна это если у нас большой большой центр обработки данных в том или ином виде сансе то есть сеть передачи данных она может быть как специализированная как fiber channel например так и пи сеть но все равно в каком-то какие-то специфические протоколы нужны скажем так отдельные порты часто ну и разумеется для больших центров обработки данных традиционной архитектуры нужны отдельные сходы причем у вас появляется одна исходы потом вместе с ростом скажем так вашей инфраструктуры у вас появляются дополнительные исходы у каждой из этих исходы свой интерфейс свои возможно задачи то есть часть исходы вы используете для охранения данных которые не требует большой производительности части исходы у вас all flash и так далее то есть как вы видите со временем сложность инфраструктуры повышается то есть вдобавок к традиционным скажем так и незаменимым сервером и сетевом оборудовании у вас прибавляется много других девайсов каждого девайса свой интерфейс каждому девайсу нужен ну скажем так группа администраторов то есть часто бывает так что администраторы сан сети отдельно администраторы исходы отдельно администраторы серверов отдельно ну не говоря уж о сетевиках они практически всегда отдельно в более-менее серьезной инфраструктуре соответственно все становится сложно и время трабл шутинга со временем сильно увеличивается с ростом сложности инфраструктуры выглядит это вот примерно так что же предлагает гиперконвергентный подход мы берем просто серверы возможно тоже разных производителей подключаем их сетевым коммутатором и собственно получаем гиперконвергентный storage вместе с остальными сервисами которые предоставляет в нашем случае в асфера если говорить конкретно про веса то есть как вы видите по картинке да и по жизни все становится гораздо проще ну вот собственно в общем про отличие скажем так теоретическая подхода традиционного и гиперконвергентного что же если говорить про веса что такое веса веса это наша гиперконвергентная система хранения данных то есть как это выглядит на практике мы берем обычный x86 серверы ставим туда обычные накопители ssd или там жесткие диски подключаем все это к сетевому оборудованию как раз к тем же самым коммутатором устанавливаем есть xi и у нас получается вместе с остальными кластерными сервисами скажем распределенный storage где мы можем хранить свои виртуальные машины так я вижу коля включил микрофон до лишь я хотел бы пока мы далеко не убежали насчет гиперконвергенции такой есть вопрос многие мне кажется путают гиперконвергенцию и sds на такие очень близкие понятия но мне кажется принципиально разным и поэтому я хотел бы наверно сразу но прокомментировать да когда подразумевают sds да как программное хранение считается что у нас есть некий вот место специализированных железок да который мы покупаем там софтом от вендор на этом этапе mc юлит кого угодно мы в сдс нам подходе мы берем отдельно какие-то commodity сервера до стандартные любого там сертифицированного до вендора и отдельно софт который нам даст на выход этот самый функционал хранения на отказоустойчивое гиперконвергенция она использует в себе вот sds до внутри естественно но важно понять то что гиперконвергентное решение заточены на то чтобы на каждом узле который есть вашей инфраструктуре вычислительном узле где работают ваши виртуальные машины там же располагался и вот эти вот мощности ресурсов хранения еще раз там бывают нюансы да и гиперконвергенция может чисто отдавать функционал хранения внешних систем у вас может быть узлы как только для хранения так узлы только для вычисления это скажем так это некие особенности да и такие корнер кейсы которые возникают но как правило должны понимать что гиперконвергенция считается что это разрабатывать именно под этот кейт что у вас на каждом узле и вас работают виртуальные машины у вас там же есть ресурс хранения и это такая ключевая история потому что именно с этим вы получаете даже теоретически отсутствие bottleneck по например перформанс сюда и линейное масштабирование одновременно и емкость и производительность то есть чем больше у вас узлов тем больше вас потребители которые хотят какие-то ресурсы и чем больше вас этих потребителей тем больше у вас мощностей которые емкости которые ее отдают вот это единственный комментарий который прояснить наверное в то же время хосты которые собственно предоставляют storage не обязательно должны быть одинаковые действительно ну некоторая гибкость присутствует то есть вы можете делать хосты как на которых много сторожи и мало вычислительных ресурсов и можете делать хосты где много вычислительных ресурсов и например мало сторожи но об этом Мы поговорим тоже чуть позже. Опять же, это не обязательно то, что у вас все серверы одинаковые и там какая-то фиксированная конфигурация. Ну, еще раз, вот смотрим на картинку. Это обычное железо, ничего проприетарного. Это обычный ESXi, это лицензия Visana, которая, собственно, позволяет нам включить этот общий сторидж для ваших виртуальных машин. Это работает примерно так же, как DRS и ECHE. Вы в настройках кластера включаете галочку, у вас диски собираются в дисковые группы, об этом поговорим чуть подробнее. И, соответственно, получается единый, один вот на кластер, большой дата-сторг, где располагаются ваши виртуальные машины, ну и, возможно, другие важные данные, например, кентисошники и так далее. Но в основном это сторидж для виртуальных машин в первую очередь. В нашем подходе отсутствует так называемая control-VM, то есть у нас нет специальной VM-ки на каждом хосте, где зарезервированы ресурсы. У нас именно дата-пасс встроен в гипервизор, то есть непосредственно в ядро гипервизора. Есть там несколько юзер-демонов, которые отвечают за работу кластера, но вот основной дата-пасс встроен именно в ядро гипервизора. Об этом мы поговорим чуть подробнее, наверное, на следующей лекции, вернее, на следующем вебинаре. Лекция, это громко сказано. Вот, соответственно, никаких лишних затрат по ресурсам нет, все максимально просто. Опять же, оборудование, еще раз подчеркну, полностью стандартное, нет никаких проприетарных плат и так далее. Линейка оборудования, из которого вы можете собрать кластер VESAN, очень большая. Оборудование должно быть в листе совместимости, но он, скажем так, достаточно обширный. И на данном этапе проблем уже именно непосредственно с поддержкой оборудования не возникает. Накопители также обычные, это SSD или HDD. И такой подход, как я уже говорил, позволяет получить некоторые преимущества. Например, если вкратце, это простое масштабирование, то есть у нас кончаются вычислительные ресурсы, мы добавляем просто диски в сервер, и у нас кончается, вернее, у нас кончается емкость, мы добавляем диски в сервер, и у нас кончаются вычислительные ресурсы, мы добавляем сервер. Еще один, об этом поговорим чуть подробнее. Ну и также наш подход подразумевает глубокую интеграцию со стеком технологии VMware, то есть глубокая интеграция непосредственно со сферой и другими нашими решениями. То есть все управление VESAN происходит из этого центра, из привычного для, скажем так, многих администраторов инфраструктуры интерфейса. Поддержка также происходит из одного окна. То есть если у вас что-то случается, вы не бежите сначала к вендору из HD, потом к вендору SANA, потом к вендору виртуализации, потом еще к сетевикам, и там открываете пять разных кейсов, и вас там пинают, как в пинг-понге, от одного вендора к другому. То есть проблема не на нашей стороне, довольно типично звучит. Вы открываете кейс у нас, мы так или иначе этот кейс рассматриваем, то есть пытаемся вам оказать какую-то помощь и поддержку, но в крайнем случае мы определим, что проблема в железе, и отправим вас непосредственно к производителю оборудования. То есть тут все становится тоже просто, VMware становится единой точкой, скажем так, контакта для поддержки, что, на мой взгляд, очень большое преимущество. Ну, немножко поговорим про физическую организацию, то есть, вот как я уже говорил, мы берем обычные серверы, ставим ESXi, в серверах стоят локальные диски, эти диски в серверах объединяются в дисковые группы. Что такое дисковые группы? Дисковые группы — это один кэш-накопитель и до семи капастей-накопителей. Таких дисковых групп на сервере может быть до пяти, то есть максимум у нас 35 капастей-накопителей на сервер. Соответственно, что из такой архитектуры следует? И какие вопросы часто задают? Первый. Используется ли емкость кэш-накопителей для хранения виртуальных машин? Ну, сразу-таки часто задаваемый вопрос. Ответ — нет, не используется. То есть это чисто накопители, которые используются под буфер записи для all-flash-висана, когда у нас в Capacity также находится SSD. И это буфер записи и кэш-начтение в гибридном висане, когда у нас в Capacity слоя используются жесткие диски HDD. Об этом, опять же, чуть подробнее через пару слайдов. Соответственно, ответ — нет, не используется. Это, скажем так, получается единый сторидж, один дата-стор без разных, скажем так, типов. То есть у нас нельзя сделать два дата-стора, один там SSD, другой, например, HDD или там из разных типов SSD. Мы получаем единый сторидж. Все очень просто. Как управлять производительностью UVM, тоже поговорим чуть подробнее далее. В таком случае. Ну и вот, бывают два типа висана. Это AllFlash Visan, когда у нас все накопители — это SSD. И гибридный висан. В гибридном висане у нас на уровне емкости, то есть накопители, которые дают непосредственно емкость, где вы храните ваши виртуальные машины, это жесткие диски. Соответственно, у AllFlash Visan есть ряд преимуществ. Это, во-первых, возможность использования Erasure Coding, то есть эмуляция RAID 5, RAID 6 на уровне политик хранения. Это возможность включить Storage Efficiency, то есть дедупликацию и компрессию. Ну и, разумеется, у AllFlash Visan, скажем так, более предсказуемая производительность, именно Latency. Вы можете получить очень хорошую производительность на гибридном висане, но рано или поздно, если у вас там будет какая-нибудь бёрст-нагрузка, кэш закончится, например, и вы провалитесь на уровне жестких дисков, соответственно, Latency неизбежно вырастет. Тут ничего не сделать, физику мы пока не победили, как, собственно, и наши коллеги. В AllFlash Visan это проявляется гораздо меньше. Леша, я бы хотел, наверное, может быть, с своей стороны я бы сказал чуть по-другому, что в гибридном висании действительно основной момент в том, что у вас Latency не фиксировано, потому что вопрос даже не пиковых нагрузок, а вопрос в том, что ваши приложения периодически обращаются к холодным данным. Так работает приклад. Поэтому операции кэш-мисса мимо кэша на чтение ненормальное. И это, естественно, они у вас будут всегда. И просто в этот момент, когда у вас происходит кэш-мисс на жесткий диск, Latency с этого жесткого диска будет 10 миллисекунд. Вот. В AllFlash, когда вы не читаете из RedBuffer, там нет кэш-моночтения, у вас Latency будет та же самая. 1 миллисекунда, 2 миллисекунда, в зависимости от профиля. То есть здесь я бы сказал, то есть именно не IOPS, а вот именно стабильность, Latency. Если вас устраивает периодически, что некоторые запросы уходят до 10 миллисекунд, то окей, fine, гибрид, в принципе, нормальный вариант. Вот. Если не говорить сейчас про экономику, потому что нынче к этому есть определенные вопросы. Да, действительно, все так. Ну, я имел в виду вот это как раз под словом консистентность, то есть вы получаете стабильно низкую Latency, скажем так, на AllFlash весами. На гибридном могут быть разные варианты в зависимости, опять же, от юзкейса, но очень часто гибридного веса вполне хватает. Так, соответственно, еще немного про техническое устройство и про отличие гибрида от AllFlash. Ну, во-первых, то, что я, по-моему, забыл заметить два слайда назад, гибридные и AllFlash дисковые группы нельзя смешивать. То есть у вас весам, весь кластер либо состоит из гибридных дисковых групп, либо весь кластер состоит из SSD дисковых групп. Соответственно, вы не можете часть групп делать гибридными, часть групп делать AllFlash. Но, с другой стороны, в принципе, больше жестких ограничений по дисковым группам нет. У вас могут быть в рамках даже одного сервера или в рамках кластера разные дисковые группы по размеру, то есть разные накопители, главное, чтобы они были из HCL разные по размеру дисковые группы. Да, это не best practice, наверное, очевидно, исходя из здравого смысла, что вы получите, опять же, менее консистентную производительность для ваших виртуалок, но это, в принципе, полностью возможно. Еще из таких интересных кейсов можно, например, часть серверов оставить вообще без дисков, поставить в тот же кластер, но, опять же, это не best practice, это такой корнер-кейс, который некоторым может быть полезен, и получать емкость из других серверов кластера, где есть диски. То есть тут мы тоже обеспечиваем, ну, насколько это возможно, максимальную гибкость и, в принципе, вас не сильно ограничиваем именно в конфигурации кластера. Хотя, ну, такой best practice это действительно делать одинаковые дисковые группы, тогда вы получите понятную консистентную производительность, скажем так, для всех ваших нагрузок. Ну, вот, вернемся к отличиям гибрида и allflash. Если в allflash Visani у нас весь кэш-накопитель отдан под буфер записи, то есть вся запись проходит через SSD, через кэш-SSD в дисковых группах, то есть 100% емкости отдано под буфер записи, то в гибридном накопителе у нас 30% этого накопителя отдано под буфер записи и 70% под кэш-начтение. То есть почему это сделано, наверное, более-менее понятно. В allflash у нас на уровне емкости также используется SSD, соответственно, чтение с SSD, как вы знаете, не вызывает особых проблем всплесков латтенси. С жесткими дисками же все немножко не так хорошо, то есть тут в такой модели имеет действительно смысл использовать кэш на чтение и, скажем так, сокращать количество обращений к жестким дискам. Это позволяет получить за не очень большие деньги, потому что жесткие диски большого размера до сих пор сильно дешевле, чем SSD. Действительно неплохую производительность. Вот, на что еще хотел бы обратить внимание, тоже из раздела часто задаваемых вопросов и таких вещей, которые не всем известны. Максимальный размер кэш-накопителя, который может использовать VESAN, то есть максимальная полезная емкость с одного кэш-накопителя, это 600 гигабайт, то есть в рамках одной дисковой группы вы используете под буфер записи в VESAN максимум 600 гигабайт, остальное место используется под, скажем так, отказоустойчивость. То есть VESAN использует все место на накопителе, но вот полезный размер буфера именно 600 гигабайт. Это по нашим тестам получилось оптимально с точки зрения производительности и с точки зрения накладных расходов. Возможно в будущем, скажем так, этот размер будет увеличен, но это пока в роадмапе. Это для All-Flash VESAN. Сразу же еще хочу сказать про гибридный VESAN. Тут тоже размер буфера на запись 600 гигабайт, но у нас есть еще кэш на чтение, который занимает 70% накопителя, скажем так, поэтому в гибридном VESAN имеет смысл, и я, скажем так, всех призываю использовать большие накопители, то есть накопитель на 1,6 терабайта и на 2 терабайта это, в принципе, вполне нормальный кейс. Вы можете получить классную производительность на гибридном кластере, при этом это все равно часто бывает дешевле, чем All-Flash VESAN, несмотря на все технологии Storage Efficiency и Erasure Coding. Но, опять же, надо смотреть кейс-бай-кейс и понимать, что All-Flash это все-таки All-Flash, и буфер вы иногда будете пробивать, и кэш, соответственно, будете обращаться к жестким дискам и у вас будут пики Latency. Но чем больше накопители уровня кэш, тем по размеру, тем, соответственно, реже у вас это будет происходить. Вот, еще раз обращу внимание, что вся запись в обоих типах VESAN происходит через кэш-накопители, то есть мы никогда не пишем непосредственно на капасти диски, а чтение может происходить в All-Flash-накопители с капасти дисков. Но в то же время, если у нас данные еще не были вытеснены из кэша в All-Flash VESAN, то они вполне могут быть прочитаны из кэша, несмотря на то, что это называется в райдбуфер. Такое часто бывает и тоже позволяет получить хорошую производительность, потому что горячие блоки обычно на кластере одни и те же примерно. Вот тут, наверное, я осветил именно по отличиям All-Flash и гибрида. Если есть какие-то вопросы, опять же, не стесняйтесь задавать эти вопросы в чат или даже чуть попозже включим микрофон. Давайте вернемся, наверное, к отличиям традиционной архитектуры от гиперконвергентной и в частности VESAN. В традиционной архитектуре у нас есть понятные тоже с точки зрения здравого смысла узкие места. Но этот, как выделено, на этом слайде это, во-первых, сан-сеть. Разумеется, она рано или поздно заканчивается. Вам приходится покупать дополнительные, скажем так, коммутаторы сан-сети. Это специализированное оборудование, которое нельзя использовать под другие цели. Соответственно, это может быть ограничением первым. И второе, которое гораздо, на мой взгляд, более серьезное и актуальное, если сан-свечи это, скажем так, дополнительные расходы, они часто не очень большие, то второе узкое место это, разумеется, сама СХД. То есть, в первую очередь, это контроллер СХД. Рано или поздно у вас заканчивается на контроллерах СХД либо производительность, либо, скажем так, возможная емкость. Ну, обычно, в данный момент, на данном временном этапе быстрее заканчивается производительность. Например, вы покупаете контроллер, вы ставите туда быстрые быстрые флеш-накопители, соответственно, сколько таких флеш-накопителей может вытянуть контроллер. Обычно это одна полка или максимум две полки, то есть, не больше 50 накопителей. Потом, соответственно, вам надо опять вкладываться и покупать новую СХД. Контроллеры стоят довольно-таки значительных денег, то есть, у вас модель, скажем так, роста может быть не самой оптимальной и гранулярной. Ну, опять же, может кончиться и емкость, если у вас, например, дисковое хранилище и, соответственно, вы не можете повесить больше полок. Соответственно, с веса, в принципе, гиперконвергентным сториджем все немножко не так. У вас заканчивается какой-то ресурс, ну, например, вычислительная мощность или емкость, вы просто добавляете сервер или, соответственно, диски и вам не надо вкладываться в большой капекс сразу и, соответственно, вы получаете не скачок, скажем так, по емкости, а вы получаете плавный рост емкости в соответствии с вашими задачами. Ну, и опять же, вы можете легко перераспределить ваши серверы, которые используются в гиперконвергентных кластерах под разные задачи. Это тоже никакая не проблема. Ну, еще плюс к тому, когда вы покупаете новые сходы, а очень часто это бывает сложный конкурс, который там во многих организациях случается раз в год в лучшем случае или даже раз в три года, соответственно, у вас появляется с большой вероятностью новое СХД, то есть новый интерфейс управления, вам надо получать какие-то новые навыки, у вас осложняется инфраструктура, соответственно, ну, время, скажем так, решения проблем может на каком-то этапе сильно увеличиться и вообще сложность без особой необходимости тоже увеличивается. в гиперконфергентной инфраструктуре в частности в Висане вы просто покупаете сервер, возможно, другого производителя, это совершенно не важно, серверы сейчас все примерно одинаковые, ну, на мой взгляд, может быть, кто-то не согласен, соответственно, интерфейс управления остается тем же самым и, в принципе, особого усложнения вы не получаете, вы можете новые серверы поставить в тот же кластер, вы можете новые серверы поставить в другой кластер, добавить этот кластер в тот же центр, в общем, все довольно-таки просто. Но вот, опять же, если возвращаться к масштабированию, у нас есть два типа масштабирования, соответственно, это scale-up, когда мы добавляем диски в существующие серверы, соответственно, у нас получается больше емкости, мы можем добавить больше виртуальных машин, если у нас недоутилизированы вычислительные ресурсы. И второе, это, разумеется, scale-out, мы добавляем сервер, у нас появляются дополнительные вычислительные ресурсы, появляется дополнительная емкость. Соответственно, хочу обратить внимание, что серверы, еще раз, что серверы не обязательно должны быть одинаковые, и там, скажем так, в некоторых корнер-кейсах, если вы поняли, что у вас очень много емкости, но не хватает вычислительной мощности, вы можете добавить серверы даже без дисков, ну или переставить часть дисков или дисковых групп из существующих серверов вновь добавленные. Соответственно, это удобно, это гранулярно, многие, ну вот, на этапе проектирования и на этапе внедрения, скажем так, гиперконвергенции, очень переживают за дизайн своих кластеров, ну, в принципе, о дизайне кластеров мы поговорим чуть позже, но так, забегая вперед немножко. На самом деле, обычно это не является проблемой. Ну, насколько я видел из своего уже там некоторого накопленного опыта, виртуальные машины у всех примерно одинаковые и соотношение, скажем так, вычислительной емкости и мощности у всех довольно-таки понятное, соответственно, мы можем без особых проблем и не сильно промахнувшись сконфигурировать гиперконвергентный кластер, то есть при этом такой проблемы, то, что у вас там простаивают ресурсы вычислительные или очень много свободной емкости, очень, в принципе, просто избежать. То есть, как вы видите, с точки зрения масштабирования именно тут все гибко и гранулярно. Опять же, покупка сервера это далеко не покупка СХД, это обычно процесс, который проходит гораздо чаще и он, в принципе, гораздо проще. Соответственно, можно масштабироваться не такими вот скачками, как с традиционными СХД, когда у вас, как говорится, то густо, очень много свободного места, то пусто, все резко кончилось, и вам надо покупать новый сторидж, а гранулярно в соответствии с вашими потребностями. То есть, у вас кончилась емкость, вы купили еще дисков, у вас кончилась мощность, вы купили еще один сервер. То есть, тут все, на мой взгляд, гораздо более удобно и гибко, чем в традиционной модели. Ну и немного поговорим про пределы масштабирования непосредственно кластера. То есть, у нас может быть кластер от трех хостов, ну там, в некоторых случаях двух до 64, в каждом хосте может быть от одной до пяти дисковых групп, в каждой дисковой группе, соответственно, до семи дисков. То есть, в принципе, минимальная конфигурация, это, ну, не рекомендуемая, прямо скажем, это три сервера по одной дисковой группе, один кэш-накопитель, один капасти-накопитель, и максимальная конфигурация, это, соответственно, 64 сервера, по пять дисковых групп, по семь накопителей. Ну, обычно, ну, то есть, вы можете получить емкость от нескольких терабайт, до там, буквально, пятабайт. Так, Оль? Леш, а можешь поподробнее еще раз про дисковые группы? Я просто в чате сейчас общаюсь, не все, мне кажется, до конца уловили концепцию дисковых групп. Давайте вернемся к дисковым группам, да, без проблем. Так, сейчас посмотрим, что у нас в чате. Не, я отвечаю, поэтому... А, ну, просто в каком аспекте, я вроде бы... Ну, смотрите, ладно, давайте я, да, то есть, дисковая группа, с точки зрения ВИСАН, это отдельный, самостоятельный, такой блок, который хранит и обрабатывает АЁ. Да, все, которые у вас есть. И поэтому вот этих вот дисковых групп может быть несколько. В случае, если у вас несколько кэширующих SSD-шек, то у вас автоматом несколько дисковых групп. То есть у вас вот таких вот гулачков, как нарисовано на схеме, у вас будет несколько. И они работают параллельно и обрабатывают АЁ параллельно. Соответственно, все с точки зрения хранения, у них тоже суммируется, то же самое происходит с точки зрения суммирования емкости и объема кэша. Ну да, это просто фактический конструкт, скажем так, с точки зрения оптимального использования кэша. Соответственно, тут ничего не простаивает, нет никаких выделенных спеер-дисков и так далее. То есть у нас просто, скажем так, данные не размазываются по всем дискам. Об этом я поговорю чуть позже. У нас, скажем так, немного другой подход. Но вот дисковые группы это именно логическая единица организации дисков. И да, сразу же тоже к часто задаваемым вопросам, что будет, если вылетит кэш-диск в дисковой группе? Да, вся дисковая группа действительно откажет. Это вот то, что нам часто ставят, скажем так, в упрямок. На самом деле, это не является проблемой даже для маленьких кластеров. Если у вас, например, четыре сервера по две дисковых группы в каждом, отказ одной дисковой группы это отказ, скажем так, потеря одной восьмой мощности кластера. То есть, в принципе, даже на маленьких кластерах это не является проблемой. Если кластер большой, то есть больше сервера, соответственно, больше дисковых групп, то это тоже вообще не проблема. То есть эти SSD никак не резервируются, нет никаких кандбайов. Да, Коль, извини. Ой, прощай, замьютился просто. Все, Леша, спасибо. А, окей. Прошу прощения, я тоже выключил звук. Я надеюсь, на вопросы более-менее ответил. Зачем выделены, вот, интересный вопрос, зачем выделены SSD, если все остальное тоже SSD? Какой-то специальный, один типа мега быстрый, остальные SSD можно дешевле. Алексей, да, все ровно так. SSD, который используется под кэш, через него проходит, как я уже говорил, вся запись в World Flash Cluster, соответственно, он должен быть более надежный и, скажем так, более производительный, чем накопители, которые у вас используются в Capacity. При этом, ну, вот, как я уже говорил, размер SSD максимально полезный, это 600 гигабайт, соответственно, вы можете брать смелые SSD меньшего размера, то есть это 400-800 где-то обычно берут. Ну, иногда там, в силу особенностей линейки вендора берут 1,6, потому что просто NVMe накопители меньшего размера не выпускают. соответственно, под Capacity вы можете брать большие Redentensive накопители, которые, скажем так, сильно дешевле, то есть у них меньше класс надежности и класс перформанса, то есть, например, ну, нормальный дизайн сервера это две дисковые группы, скажем так, в каждой дисковой группе по одному кэш-сссд-накопителю на 400 гигабайт, который быстрый, который надежный и по два там или три накопителя уровня емкости по 3,84 терабайта Redentensive, которые гораздо более, скажем так, доступные. Ну, на самом деле, вот Алексей опять пишет, что в Redentensive для кэша не обязательно Redentensive, это может быть также Mixed Use и там, скажем так, некоторые накопители Redentensive у нас тоже сертифицированы под кэш, особенно для гибридных кластеров, это надо смотреть в нашем HTL-е. Я добавлю чуть-чуть, смотрите, я много когда-то общаюсь с заказчиками, борюсь с этим подходом, что вот именно деление на Redentensive, Mixed Use и так далее, да, там, говорить, а сколько можно перезаписи и так далее. Если вы откроете наш HTL и сейчас кину на него ссылку, на компонентный, там вы увидите, что у вас есть по большому счету 4 метрики, то есть во всей SSD-шке между собой отличаются, это Performance Class и причем Performance Class мы меряем для записи, да, нам все диски на чтении в принципе одинаковые, ну, окей, плюс-минус, но нам совершенно не критично, вот, поэтому вы выбираете Performance Class, вы выбираете Endurance Class, Endurance Class это сколько терабайт вы можете записать на SSD, пока у нее не кончится ее ресурс. И здесь надо понимать, что вот эта вот емкость, там, не знаю, в потобайт записанный, может быть, либо у вас маленькая SSD-шка с большим числом перезаписей, либо у вас большая SSD-шка с малым числом перезаписей, по факту они вам дадут одно и то же, вот это вот Total Terabyte Vrhythm, да, метрика, которая на самом деле нам и важна. И поэтому вы выбираете Performance Class, вы выбираете Endurance Class и вы выбираете, ну, интерфейс, как правило. После этого, как раз то, что говорит, как бы, Леша, насчет дисков, например, больше, очень часто ставят под Cashflow Flash 1.6 терабайт NVMe-шки. Почему 1.6? Потому что у 1.6 терабайт микс-юзовых NVMe-шек, которые есть у Миндаров, они имеют высокий Performance Class, высокий Endurance Class, при этом они микс-юз и нормально стоят денег. Это получается часто дешевле, чем взять какой-нибудь, не знаю, 800 гигабайт SAS в Rite Intensive. Поэтому, еще раз, не очень смотрите на вот этот вот тип диска, как его написал вендор, да, то есть вам важнее другое. Так, сейчас у них был в нашем листе совместимости для соответствующего класса устройств. Там действительно все подписано, Endurance Class и Performance Class, вы можете понять, можете вы его использовать или нет. И еще тут такое одно сообщение было в начале чатика. Ограничение в 6 гигабайт только для кэша, только для All Flash, и я еще раз тогда повторю на всякий пожарный, то есть, да, у нас ограничение именно в Rite Boost в 6 гигабайт, вот если, соответственно, в All Flash у нас только в Rite Buffer, поэтому до 600 гигабайт, в гибриде у нас 30% Rite Buffer и 70% Rit Pack, соответственно, имеет смысл использовать накопители до 2 терабайт. Тут нет никакой проблемы. Возможно, я уже на это отвечал, просто сейчас увидел. Так, вот, Коля скинул в чат ссылку на наш HCL, но это, по-моему, HCL по Ready Node, там еще надо... Нет-нет-нет, это прям по компонентам. Кнопку нажать и будут компоненты, но окей. Должен быть компонентный. Да, дедупликация и вообще кишки, скажем так, глубокие, мы не сделали, наверное, на следующих вебинарах. Я сейчас не буду на этом глубоко и сильно останавливаться, ну, просто чтобы, скажем так, не затянулось это намного, что... вот теперь точно по компонентам. Давайте вернемся к презентации и действительно рассмотрим, скажем так, общую часть, а то не все знакомы, я думаю. Просто уровень разный, хотелось бы, чтобы все понимали одинаково. Так, ну вот, поговорив про, скажем так, пределы масштабирования, то есть от нескольких терабайт там до пятабайт, можно также затронуть тему, какой кластер делать разумно, в принципе, по, скажем так, по количеству хостов, по количеству дисковых групп. Ну, во-первых, я бы, на самом деле, в большей части случаев начинал с двух дисковых групп, может быть, с накопителями меньшей емкости, тогда у вас домен отказа гораздо... ну, на сервер, я имею в виду, тогда у вас домен отказа гораздо меньше, также перформанс обычно гораздо больше, и отказ одного, конечно, накопителя не приводит к тому, что весь сервер становится бесполезным. Это, во-первых, если говорить про дизайн ноды, то есть 2-3 дисковых групп, это, ну, на мой взгляд, и по опыту является оптимальным, хотя бывают разные кейсы на самом деле. По количеству серверов в кластере, ну, вот, на самом деле, больше 32 серверов я особо не видел, хотя такая возможность теоретически есть. Говорят, что некоторые клиенты особо искушенно используют ее, но вот, опять же, на практике я с таким редко встречался. И у нас есть в блоге интересный, скажем так, пост, в блог с VMware по поводу того, стоит ли есть один большой кластер или много маленьких. Там приводятся такие интересные и понятные рассуждения. В принципе, если интересуетесь именно дизайном кластеров, то можете с ними тоже ознакомиться. Но, в принципе, это case by case. Возможности есть, используйте их как хотите. окей. Ну, я думаю, по железу более-менее мы прошлись именно по таким базовым необходимостям, что нужно для того, чтобы сделать кластер Vesan. Леш, пока мы не ушли, можно я быстренько? Ты дальше уже в компонентную часть пойдешь? Да, да, да. Я просто вот, давайте так, из практики, что сейчас имеет смысл в 20-м, нынче уже году? Как правило, сейчас есть три варианта Vesan, на которые с точки зрения железа покупаются. Это гибриды на NLSAS, то есть, когда у вас есть здоровый какой-нибудь SATA SSD под кэш, там, по 2 терабайта нескольких дисковых групп, и снизу у вас 3,5-дюймовые NLSAS-овские диски. Обеспечивает минимальный ценник за гигабайт, хороший перформанс на запись, не очень стабильную latency на чтение, если для вас спайки до 10 миллисекунд это окей, то прекрасно. За счет большого кэша их будет минимум. Это первый популярный вариант. 10-кашные диски не надо уже использовать, было еще, мне кажется, в 2018 году, сейчас тем более, просто стоимость SSD read-intensive, она очень сильно падает, очень сильно. Особенно за счет появления, например, нынче даже QLC-шных драйвов, которые при всем при том, что это QLC, которые не очень быстро, они все равно быстрее, чем жесткие диски, и при этом у них намного меньше latency на чтение, то, что нас интересует. Поэтому 10-кашные диски сейчас уже не имеют смысла. И в LFLASH, я могу сказать, есть таких два варианта, это NVMe-шные диски под кэш плюс какие-нибудь либо MixUse, либо оптаны небольшие на 3.75 в зависимости от вендора, денег и так далее. И на уровне хранения у вас SATA read-intensive диски, как правило, самые дешевые, которые вы найдете у вендора из нашего списка совместимости, потому что нас там волнует только то, что он был сертифицирован, и минимальный ценник за гигабайт. Ну и второй такой приходящий тип, который сейчас появляется, это all NVMe-вариант, когда у вас NVMe-шки под кэшом, и NVMe-шки read-intensive под уровень хранения. Ну это вот как раз мы говорим о COIL-C, это вполне такой вариант недорогих NVMe-накопителей. Обычно COIL-C-накопители, например, Intel-овские, они как раз с энтерфейсом NVMe, но не только они, есть еще другие варианты. Micron, по-моему, еще сейчас активно выпустил. Соответственно, можно получить all NVMe-конфигурацию за разумные деньги с хорошим перформансом, без, скажем так, дополнительных компонентов, таких как дисковые контроллеры для подключения дисков, так как NVMe подключается непосредственно в процессор, там просто ставится PCI-switch простенький, который даже без драйвера, без фирмвера, соответственно, варианты сейчас есть. Все? Так, давайте перейдем теперь к логике работы. В принципе, действительно, по железу мы так верхний уровень его все рассмотрели, я, наверное, еще на каком-то из вебинаров вернусь к этому и расскажу более подробно о том, что имеет смысл использовать, что не имеет, какие обычные конфигурации получается. Но давайте вернемся к логике. То есть, что такое VESAN? Чем он отличается, в принципе, от традиционных SHD, и чем он отличается от других наших гиперконвергентных решений, от наших коллег, скажем так. Ну, VESAN, в некотором смысле, это объектное SHD, это не классическое понятие объектное SHD, когда объекты иммютабл, то есть они переписываются полностью. Но, скажем так, можно сказать, что это объектное SHD. Почему было сделано так? Собственно, VESAN, это очень специализированный сторож, на самом деле, и его, скажем так, первичная и практически единственная цель это хранить виртуальные машины и диски виртуальных машин на кластерах V-Sphere. Соответственно, у нас очень ограниченное количество объектов может быть нависание. во-первых, разумеется, это сами жесткие диски виртуальных машин VMDK непосредственно, это конфигурация виртуальных машин, ну, то, что VMX, там, логи и так далее, это у нас называется VM Home Namespace. В принципе, выглядит это с точки зрения дата-стора так же, как на традиционных VMFS дата-сторах. это своп, понятное дело, у нас эти объекты по дефолту нависания создаются тонкими, то есть своп у нас не занимает дополнительного места и, ну, в принципе, как вы знаете, VM Kernel Swap это такая экстренная ситуация, когда машинки его используют, соответственно, часто эти свопы никогда и не растут, соответственно, вам не надо резервировать под них место. Ну, и разумеется, это снапшоты и дельта снапшотов, которые также хранятся на дата-сторе для виртуальных машин. Ну, соответственно, какой у нас подход именно к хранению данных объектов? Ну, вот здесь пример жесткого диска VMDK, жесткий диск на 700 гигабайт. Соответственно, мы задаем политику для этого жесткого диска, политику отказа устойчивости, политику перформанса, об этом я поговорю чуть дальше, более подробно. Соответственно, мы задаем, сколько отказов компонентов кластера должен этот диск выдерживать без потери доступа к данным. Вот в данном случае для этого диска на 700 гигабайт была выбрана политика RAID 1. То есть, что делает VESAN? У нас, допустим, есть маленький кластер VESAN на три сервера, чтобы не усложнять. VESAN делает две копии данных, то есть, две реплики данных. Одну реплику данных на одном сервере, другую реплику данных на другом сервере. И на третьем сервере размещает служебный компонент, который занимает, по-моему, 2 мегабайта, может быть, даже и меньше, это VITNESS. Он служит, собственно, для того, чтобы избежать ситуации сплитбрейна. Ну, как в любой распределенной системе такая ситуация может быть. Ну, то есть, это по-разному может называться. Quorum, VITNESS, вот у нас это называется VITNESS. Соответственно, чтобы при партишнинге было понятно, какая часть компонентов выжила, какую часть компонентов надо, скажем так, убить и забыть о ней. Соответственно, очень понятная и простая концепция. Но вот это вот самый простой, VITNESS. Как вы заметили, у нас, скажем так, реплика делится дополнительно на компоненты. Ну, вот тут вот у нас три сервера, поэтому эти компоненты разложить довольно-таки сложно по кластеру. Как-то иначе, чем это сделал VITNESS в данном случае. То есть, вот диск у нас 700 гигабайт, максимальный размер компонента у нас 255 гигабайт. Соответственно, три компонента у нас были положены, по 255 гигабайт были положены на один сервер, еще три компонента по 255 гигабайт, ну, третий там чуть поменьше, на другой сервер, и вот на третьем сервере у нас разместился VITNESS. В принципе, для VITNESS самое главное соблюсти вот эту вот политику FTT1, Paylors, или RAID1, то есть, чтобы у нас данные были доступны при потере одного сервера. Соответственно, если бы серверов в кластере было больше, то вот эти вот компоненты вполне могли попасть на другие серверы, это как бы абсолютно нормально, то есть, нам главное, чтобы размещение компонентов объекта соответствовало политике, то есть, что вот в данном случае один сервер мы можем потерять. Ну, соответственно, про политики я опять же поговорю чуть попозже, но у нас есть политика по умолчанию, и в принципе для части виртуальных машин или даже дисков виртуальных машин мы можем назначить одну политику, например, FTT1 для части виртуальных машин можем создать новую политику и назначить ее, то есть, FTT2, чтобы мы выдерживали падение двух серверов или FTT0, чтобы мы там, ну, для данных, которые нам не очень важны, соответственно, если у нас сервер падает, то данные могут быть потеряны. Если мы не считаем это проблемой, мы можем поставить FTT0. Ну, соответственно, тут все гранулярно и удобно, скажем так. Еще раз обращу внимание, что у нас данные, в отличие, опять же, от других решений, не размазываются по всем серверам кластера, то есть, у нас, опять же, специализированный сторидж, мы подразумеваем, что у нас на кластере много виртуальных машин находится, соответственно, рано или поздно, даже в большом кластере, все серверы будут использованы, но вот конкретно для этого объекта, например, здесь используются конкретно вот эти вот три сервера. Ну, это просто базовая такая теория, опять же, об этом поговорим чуть подробнее в разделе «О политиках». Какие у нас есть политики и зачем они применяются? Ну, в принципе, мы можем выдерживать одновременный отказ до трех серверов кластера, то есть, у нас есть даже политика FTT3. И, с другой стороны, если нам не нужна дополнительная отказоустойчивость, если у нас какие-то компоненты резервируются на уровне приложения, то есть, нам потерю ВМ-ки мы переживем легко, например, ее данных, то мы можем поставить FTT0. Тут все гибко и, опять же, все управляется на уровне отдельного жесткого диска. Ну, то есть, например, если у нас есть какая-то база данных и мы там, у нас есть какой-то раздел темп, и мы не хотим на него тратить дополнительное место, мы можем назначить на него вплоть до FTT0 и, соответственно, сэкономить место. Ну, опять же, об этом чуть позже. Так, презентация листайся. И, собственно, вопрос, почему мы не использовали нашу, скажем так, старую проверенную временем систему в МФС? На самом деле, в первой версии ВИСАНа, которая была в 5.5, мы использовали немножко доработанную в МФС, но потом мы перешли на другую файловую систему. Ну, в принципе, даже та в МФС была немножко не такая, как обычно используется в сфере. Соответственно, в чем основная особенность, я бы не сказал, что это проблема кластерных файловых систем, то, что мы обеспечиваем с помощью этой файловой системы множественный доступ к объектам. То есть у нас есть так называемые блокировки или локи. Эти блокировки там можно как-то оптимизировать и так далее, но все равно, чем больше этих блокировок, тем больше, соответственно, издержек. Для распределенных хранилищ, ну, на наш взгляд, это не является оптимальным решением. В кластере ВИСАН просто для каждого объекта, скажем так, будь то диск или будь то своп или будь то namespace настроек на виртуальные машины, назначается свой owner, то есть владелец, то есть какой-то сервер, который непосредственно отвечает за пути ввода-вывода, то есть за дата пасс этого объекта и, собственно, за доступ к этому объекту, за аксесс. Соответственно, у нас нет потребности в блокировках, соответственно, у нас нет дополнительных накладных расходов на них. Ну и так как у нас данные не размазываются по всему кластеру, соответственно, мы можем гранулярно назначать политики хранения отказа устойчивости. Вот как я говорил в предыдущем слайде, то есть для части виртуальных машин это может быть, скажем так, политика, которая выдерживает отказ одного сервера для части, которая выдерживает отказ двух серверов. То есть все максимально гибко и удобно и, опять же, нет накладных расходов. На наш взгляд, это является оптимальным, скажем так, решением. Но, опять же, нет никаких глобальных операций, когда у нас блокируется весь дата-стор. Это очень, скажем так, актуально, потому что Vesan Data Store, как я уже говорил, может быть от нескольких терабайт до петабайт. Это все одно хранилище в кластере и, соответственно, у нас нет таких ситуаций, когда блокируется все хранилище для каких-то там глобальных операций, расширений и так далее. Опять же, диски мы можем добавить на горячую и там работа виртуальных машин при этом не прерывается и не останавливается. Ну вот, в общем, по логике работы примерно так, верхнеуровнево. Дальше мы более подробно рассмотрим политики хранения. Опять же, давайте я посмотрю в чате, есть ли какие-то вопросы, комментарии, вот, коли на все отвечает. Почему не реализовали как VWALS? Да, хороший вопрос, наверное, да, я тоже спасибо большое, не обратил внимание, забыл обратить внимание на один нюанс. VSAN это, скажем так, проприетарный протокол, соответственно, у нас не используется ни ISCASE, ни NFS, ни какие-то там, скажем так, общепринятые протоколы доступа к данным. Соответственно, это все разработано конкретно под хранение виртуальных машин, VWALS это удобная надстройка для традиционных хранилищ, когда у нас есть хранилища, у нас есть понятные протоколы доступа к данным, там, ISCASE, NFS и так далее, и мы хотим организовать какую-то дополнительную логику, например, там, гранулярность на уровне виртуальных машин, или там какой-то оффлоат снапшотов, например, на сторону из HD, здесь это, в принципе, просто не нужно. То есть, тут у нас все действительно уже изначально сделано для хранения виртуальных машин, нам не надо сверху ставить никакие нашлепки. Соответственно, так как все, скажем так, purpose-based, то есть, VESAN писался непосредственно для хранения виртуалок, у нас минимальное количество накладных расходов, то есть, нет никаких дополнительных заголовков в протоколах и так далее. У нас даже сетевой, скажем так, интерфейс, по которому взаимодействуют серверы, в кластере это RDT, он максимально простой, это просто TCP-сессии между серверами. Ну и опять же, для доступа непосредственно к хранилищу мы не использовали никаких, скажем так, стандартных протоколов. Все написано непосредственно для VESAN. Юрюш, я бы сказал даже чуть по-другому, что в случае как бы задачи VWAL, это для того, чтобы SPBM и весь уфлодинг работал с внешними сторожами. Для VESAN он просто не нужен, потому что это не внешний сторож. Ну да, да, да. Хотя, хотя, как бы, если посмотреть на хостах, да, те же самые VAS провайдеры, они работают на хостах VESAN. То есть там SPBM ходит именно в VAS и провайдеры, а VEWAL на самом деле построен на базе VAS. Поэтому там много общего. Ну тут есть вопрос, дает ли протокол ONVME для капасти накопителей и прибавку по сравнению с SATA? В принципе, в некоторых случаях да, может давать. Опять же, зависит очень сильно от вашего юзкейса, но на самом деле большое преимущество ONVME конфигурации, то что мы в принципе избавляемся от дискового контроллера, то есть как ONVME конфигурация, опять же у нас ничего этого нет, мы просто ставим NVME диски и все. Ну и да, это может дать прирост производительности на чтение, скажем так, когда у нас очень много чтения по большому объему датасета, который не попадает в write-boother, который уже был задестейджен, и соответственно мы читаем из капатики. То есть да, в принципе, может быть. Так, еще интересный вопрос, оптан в качестве кэша сильно дает приброс к производительности. Оптан в качестве кэша. Ну, тут и depends тоже. В принципе, я бы сказал по-другому. Вы можете поставить оптан меньшего объема, чем вы поставили бы обычную SSD. То есть, если вы ставите там обычную SSD на 800 гигабайт кэш-SSD, то оптан вы можете поставить на 375 гигабайт. Тут уже надо смотреть в каждом конкретном случае, что вам выгоднее и дешевле. Потому что бывает по-разному, скажем так. Да, я бы сказал так, что все очень сильно зависит от того, у кого вы покупаете эти диски, сколько они стоят. То есть, с одной стороны, оптан это самая быстрая SSD, которая сейчас есть на рынке. Ну, нам под вайт-буфер. Да, с точки зрения записи, ватн-назаписи и так далее. Имеет ли она смысл, сильно зависит от ценника. Да, полностью согласен, действительно. Ну, да, максимальную топовую производительность вы можете получить, я не знаю, нужна ли она, это отдельный вопрос, можете получить на конфигурации, когда у вас 750-беговые оптаны стоят под кэш, и какие-нибудь быстрые NVMe стоят под капасити. ну, вы получите там сколько, 200 тысяч опс-сервера, допустим, а может и больше. Просто у меня не было в руках таких конфигураций. вопрос, нужно ли вам это? Если у вас 200 опс с одного сервера, то с пяти серверов вы получите миллионы опс, и куда их, собственно, одевать. Ну, это такой, больше философский вопрос. Понятное дело, что кейсы бывают абсолютно разные. Еще я бы, Леша, простей, может быть, добавил, что я бы сказал, что оптаны даже там суть не в IOPS. Потому что, если вы возьмете оптан, сколько оно удает, вы можете взять большую SSD, там IOPS будет столько же. То, что я видел, у оптанов, у них очень стабильная latency на запись. То есть, мы все понимаем, что любой девайс, в том числе SSD, она не выдает вам за фиксированное время всегда. Там есть некое нормальное распределение времени ответов отсюда есть. там Average, да, есть Max, есть персентиль какой-нибудь. Так вот, у оптанов вот этот вот 95-99 персентиль по ответу на запись, он очень-очень низкий. То есть, он прям стабильно выдает, ну, некую там свою производительность. По многому, за счет того, что там нету всяких бэкэндов типа Garbage Collection и так далее. Вот. Поэтому, если вам прям, вот мы топим за экстрим low latency конфигурацию, да, чтобы там запись была, там, не знаю, где-нибудь 0,7, миллисекунд, 0,6 миллисекунд, да, в госте, то, да, там без оптана будет тяжело. Ну, так как в реальном жизни, и в том числе, а подведя, тем более, это не надо. Да, я хотел сказать, что я видел много конфигураций VDI, которые замечательно работают на гибридах. Это правда. И действительно, горячие данные помещаются в кэш большой, вот, и в кэш на чтение, соответственно, и там запись проходит через буфер, соответственно, тут VDI, VDI рознь, в общем. Возможно, в каких-то кейсах это потребуется, но вот, честно говоря, под VDI именно. Ну, и так, я бы сказал, что VDI для VISANA далеко не сильно нагруженная задача, просто потому, что, если вы посмотрите, опять-таки, да, мы возвращаемся к тому, что у вас машины живут на хосте. Просто посчитайте, сколько IEO вы ожидаете с, там, не знаю, со ста машин, которые работают на этом хосте, и VISANA их подает легко, в принципе, практически при любой конфигурации. Поэтому, там, вот, под VDI не имеет смысла, как правило, гнаться за топовыми, там, вариантами. Ну, опять же, it depends. То есть, каждый кейс. Ну, нет, еще раз, кейсы разные, но, как правило, да, то есть, это так. Вот о чем бы я сказал отдельно, то, что под VDI имеет смысл включить компрессию, дедупликацию, соответственно, там можно получить хороший, если мы AllFlash используем под VDI, там можно получить хорошие коэффициенты и сэкономить. Ну, вот именно использование оптанов, ну, наверное, в каких-то кейсах, да, может дать прирост, но, опять же, зависит от кейса. И я с Колей согласен, я тоже не видел таких вот, прям, на VDI стендер больших потребностей именно в ультра низкой лэкенсе. Скинул вам рекламу от Intel'а на тему оптанов в сравнении с SATA-шками и другими их NVMe-шками старые, ну, смотри. Естественно, берите поправку. Вот. Давайте пойдем дальше, мы уже действительно час разговариваем, давайте перейдем к Storage Policy Base Management, не хочется вас задерживать на весь день, скажем так, хотя все еще карантин продолжается, но все-таки дела, наверное, есть у людей. И рассмотрим более подробно именно Storage Policy Base Management. Как я уже говорил, мы назначаем политику непосредственно на уровне каждого жесткого диска, мы можем назначать ее на уровне виртуальной машины, мы можем, у вас, когда создается веса, она создается, соответственно, дефолтная политика, мы можем все виртуалки создавать на ней, вам, соответственно, не надо будет делать никаких дополнительных действий. По умолчанию, насколько я помню, это всегда RAID 1, то есть если вы в визарде ничего не ставите, когда настраиваете, вы можете сразу же, например, ее поменять на RAID 5 или RAID 6, если у вас, скажем так, all-flash storage и все новые виртуальные машины будут создаваться с этой политикой. Соответственно, как я говорил, политика применяется вплоть до каждого в МДК, у вас на одной виртуалке может быть несколько жестких дисков, разумеется, и вы можете для этих дисков применить разную политику. Ну, также, о чем мы, наверное, поговорим более подробно в отдельном вебинаре, у нас есть такое понятие, понятие как first-class disk или, как это называется сейчас, container persistent storage, то есть мы можем создавать жесткие диски, которые для хранения данных в контейнерах Kubernetes используются и, соответственно, размещать их на висании. Мы эти жесткие диски видим, скажем так, можем ими управлять, это все сделано довольно удобно и красиво, но это, наверное, да, тема для отдельной лекции. Соответственно, для этих дисков тоже может назначаться удобная вам политика, и вы видите, как компоненты этого диска размещаются. Ну и да, storage policy — это такой концепт, который не привязан непосредственно к VESAN, но они были и до VESAN, а storage policy настраивается непосредственно в B-центре. Просто когда у нас есть VESAN, у нас появляются, скажем так, дополнительные экраны настройки в визарде, где мы можем настроить параметры, именно относящиеся к VESAN. Скажем так, storage policy также применяется для VWALL-ов, вот то, о чем мы упоминали в чате, но это тоже тема отдельная. Ну и для классических storage-е вы тоже можете применить storage policy, это часто этим пользуется сервис-провайдеры, ну и другие клиенты с большой инфраструктурой, то есть вы вешаете на определенные датасторы определенный тег, и на базе этого тега вы создаете storage policy, то есть вы не выбираете конкретный датастор, вы просто выбираете при создании виртуалки storage policy, и соответственно виртуалки будут размещены на одном из датасторов, относящихся к этой storage policy. Это в принципе удобный инструмент, и если вы не пользовались раньше, я как бы предлагаю вам его рассмотреть. ну и да, еще раз, storage policy создается на уровне витцентра непосредственно, то есть если у вас есть несколько кластеров висан, вы в принципе можете одни и те же storage policy использовать как на одном кластере, так и на другом, ничего вам в этом не помешает. Соответственно, какие у нас дополнительные параметры появляются в storage policy для висана? Ну, во-первых, такой верхний уровневый параметр — это side disaster tolerance, то есть мы можем указать, что у нас, например, для определенных виртуальных машин, если у нас кластер растянутый, об этом я тоже поговорю позже более подробно, то есть, наверное, в следующих лекциях, мы можем указать для части виртуальных машин политику катастрофы устойчивости, то есть, что виртуальная машина будет, скажем так, переживать падение целого сайта, то есть целой площадки. В принципе, как вы, наверное, уже поняли из того, что я объяснял ранее, реализовать это в нашем случае достаточно просто, просто мы записываем, скажем так, вот, один компонент, одну реплику на одну площадку, другую реплику на другую площадку, но, опять же, об этом подробнее поговорим позже. Второй параметр, наверное, самый важный — это failures to tolerate, это вот как раз какое количество отказов компонентов может выдерживать жесткий диск без потери доступа к данным, собственно, жесткий диск или виртуальная машина. Соответственно, какие у нас есть политики в этом плане? У нас есть политика мирроринга, это, соответственно, rate 1. Тут может быть политика ftt1, когда у нас две копии данных, две реплики. Может быть, политика ftt2, когда у нас три копии данных, да. Может быть, политика ftt3 для самых, наверное, важных данных. я в жизни редко видел ее использование, но такая возможность тоже есть, когда мы выдерживаем, соответственно, потерю трех хостов на кластере. Это, если мы говорим про мирроринг именно непосредственно. И еще у нас есть, ну и, разумеется, есть ftt0, когда нам вообще не нужна отказоустойчивость, то есть мы не создаем дополнительную копию, у нас есть одна реплика данных. Еще у нас есть политики Eraser Coding. Я покажу, как это работает тоже далее подробнее. Это эмуляция, соответственно, RAID 5 и эмуляция RAID 6. Это если мы говорим про failers, или RAID именно. В RAID 5 у нас, соответственно, выдерживаем потерю одного хоста, а в RAID 6 потерю двух хостов. Я бы, Леш, одновременную потерю. Одновременную, разумеется, потерю, да. Да, да, то есть у вас одновременно грохается, там, не знаю, два хоста, потом Vissan rebuildится, вы можете еще потерять два хоста, он снова rebuildится, но он будет отделать до тех пор, пока у вас не кончатся хосты в кластере. Да, абсолютно. Так, следующая политика, о которой мы поговорим тоже чуть подробнее далее, это stripes per object, то есть мы можем дополнительно, скажем так, объекты, реплику объекта разделить на некоторое количество компонентов, чтобы висковая система использовалась более равномерно. Есть кейсы, когда это может быть полезно, я покажу на отдельном слайде. Потом есть интересная политика для сервис-провайдеров и опять же для некоторых кастомеров с большой инфраструктурой, это лимит иопсов на объект, то есть мы можем поставить, скажем так, непосредственно лимит по иопсам на каждый жесткий диск, об этом я тоже поговорю чуть далее, тут есть некоторые особенности, о которых наверное неплохо бы знать. Мы можем поставить политику space reservation, то есть по умолчанию у нас все объекты на веса не тонкие и скажем так, раньше для некоторых типов дисков, например, для дисков, которые для Oracle REC использовались или для каких-то кластерных дисков нужно было выставлять space reservation 100%, сейчас, по-моему, все ограничения в этом плане уже сняли, и вы везде можете использовать тонкие диски. Но только если ваши, скажем так, процессы не подразумевают отсутствие полной даже теоретической переподписки по сториджу, тогда вам, наверное, в некоторых случаях удобнее будет поставить 100% space reservation. Я здесь хочу добавить, то есть, смотрите, space reservation это не с точки зрения перформанса, как, может быть, многие привыкли, там, да, фин, фиг, чтобы не получать этот хит, там, при росте и так далее. А у Александра... Я согласен, потому что это важно там для вас, а вас все равно сейчас взнуляют при инициализации, как правило. Вот, но по факту, то есть, это чисто логическая такая конструкция, то есть, данные у вас все равно внутри будут фин, да, просто мы на кластере выделяем реальное место заранее, об фронтах на весь объем. То есть, это именно с точки зрения управления емкости, чтобы у вас там, блядь, машина всегда его хватило, а не с точки зрения... Ну да, технически, то есть, ничего не меняется, просто весь объем резервируется. Потом важный параметр для гибридных кластеров это Flash Read Cache Reservation. Вы можете какой-то процент места на диске зарезервировать в Read Cache. Например, если у вас есть большой достаточно гибридный кластер и у вас там большая часть VM не особо потребляет производительность, а вы хотите отдать эту производительность, скажем так, какой-то отдельной виртуалки, которой она нужна, вы можете зарезервировать для нее место в Read Cache. Соответственно, чтение для этой виртуалки будет проходить из Read Cache, что может быть удобно и полезно, опять же, в некоторых случаях. Ну, еще два таких параметра, скорее, служебных. Это первый Disable Object Check Sum. Его ни в коем случае включать не надо. Собственно, Check Sum это защита от так называемой порчи данных медленной. То есть, если у нас случился какой-то ну, случилась какая-то ошибка, например, в данных, то есть, там на диске какой-то битик побился, то с помощью этих Check Sum эта ошибка будет обнаружена и, соответственно, данные будут восстановлены, то есть, переведены к нормальному виду. Поскольку у нас есть две копии данных, нам есть, скажем так, минимум две копии данных, с чем свериться, соответственно, мы можем восстановить потерянные данные. Опять же, выключать это не надо, это, скажем так, просто знайте, что это есть. И последняя служебная политика это force provisioning, если у нас, например, ну, соответственно, для первого рейда нам нужно, скажем так, три хоста минимум, что логично, то есть, одна реплика, другая реплика и битнес. Ну, это такой самый простой случай. Если у нас один хост упал, а мы все-таки хотим какую-то виртуалку развернуть, мы можем включить этот force provisioning, он не будет смотреть на то, хватает ли нам аппаратных компонентов для соответствия политики или нет. Это иногда бывает полезно в случае каких-то адских дизастеров. Давайте поговорим, ну, соответственно, да, значение политик хранения происходит через V-center, и по каждому объекту вы можете посмотреть, как расположены его компоненты. Вот, например, по каждой виртуальной машине вы можете выбрать, вы можете посмотреть на ее жесткие диски, соответственно, выбрать жесткие диски, я тут прям забыл screenshot вставить, и посмотреть, как расположены копии этого жесткого диска по capacity-накопителям и по кэш-накопителям, то есть вы будете видеть все максимально подробно и понятно на уровне каждого диска, опять же, и на уровне настроек вариантов. Ну, и разумеется, эти политики можно менять на лету без прерывания работы виртуальной машины, то есть у вас старые компоненты будут удалены, новые компоненты созданы. Если вы, например, хотите поменять для виртуальной машины RAID 1 на RAID 5, это все происходит на лету, без проблем, единственное, будет небольшой скачок по занимаемому месту, потому что мы, соответственно, должны сначала создать новые компоненты и потом только можем удалить старые, переключиться, соответственно, на новые и удалить старые. Ну, и ватсентр всегда, висан, можно сказать, даже всегда проверяя соответствие политикам, и если что-то не соответствует по тем или иным причинам, то есть для какого-то диска комплайнс по политике не был пройден, у вас будет варнинг, или там, либо ватсентр попытается восстановить соответствие политики, либо, если это невозможно по тем или иным причинам, вы видите большой варнинг или аларм на уровне кластера. Давайте поговорим еще раз про самые такие популярные политики. Тут я уже как бы эту политику я уже рассматривал, RAID 1 самое простое, соответственно, это две копии данных и VITNESS. Нужно минимум три хоста для того, чтобы, ну, соответственно, для того, чтобы эта политика работала, но мы рекомендуем начинать с четырех хостов, чтобы если один хост упал, соответственно, было куда восстановить данные. Это best practice, три хоста, полностью поддерживаемая конфигурация, она работает, она есть у некоторых, скажем так, в продакшене, но мы ее не рекомендуем по, наверное, понятным причинам. Ну, соответственно, если у вас в трех хостовой конфигурации один хост откажет, то данные никуда не могут быть восстановлены, соответственно, при потере еще одного хоста или диска вы потеряете часть данных, это логично. Если же у нас есть четвертый хост, то через 60 минут после того, как один из хостов кластера упал, по дефолту через 60 минут вы можете запустить процесс вручную, у вас будут данные скопированы с, скажем так, оставшихся в живых компонентов на новый хост, соответственно, отказоустойчивость у вас будет восстановлена, поэтому вот трехузловые кластеры это немножко специфическая тема, только если у вас есть backup или вам ваши данные, скажем так, не очень важны, ну, такое может быть в принципе. Вот, то есть, как вы видите, все очень просто и понятно. Вторая популярная политика, которая используется в all-flash кластерах, это RAID 5. Тут уже нужно четыре хоста, как вы видите, каждый объект разделяется на три дата компонента и один parity компонент, то есть, это классический RAID 5 с контрольными суммами, только не на уровне дисков, а на уровне, скажем так, нод кластера. Это называется Erasure Coding, в принципе. Тут, наверное, единственный нюанс, то, что нужно уже не три хоста минимум, а четыре, ну и вообще желательно, чтобы хостов было пять по той же самой причине, чтобы можно было восстановить данные. Соответственно, вы можете спросить, есть ли какая-то просадка по производительности, ну в некоторых случаях да, она может быть, но опять же мы это рассмотрим чуть подробнее на следующих слайдах. Честно говоря, по практике просадка производительности для пятого RAID не очень большая. Ну и, наверное, самая популярная политика для all-flash кластеров это шестой RAID. Шестой RAID нам уже позволяет выдержать потерю одновременную двух хостов. Тут, скажем так, уже нужно шесть серверов для того, чтобы разместить все компоненты. То есть каждый объект разбивается на четыре даты компонента и два parity, то есть parity и double parity. Соответственно, если у нас выпало два хоста, мы всегда можем пересчитать parity и потерянные данные. То есть тут как бы тоже все довольно-таки классическое и никаких особых проблем нет. ну и опять же нужно шесть хостов, лучше начинать с семи хостов. Это единственная такая, скажем так, особенность. То есть кластер уже должен быть достаточно большой. Но в принципе с шестым RAID уже можно ограничиться и шестью хостами. Давайте поговорим про занимаемое место на этих политиках. Вот я вижу вопросы в чате. Наверное, интересные. Да, может сказать не только хост, но и любой из дисков. Соответственно, у нас две реплики, разумеется, или там два компонента из разных реплик не могут быть на одном и том же диске. За все это отвечает в принципе веса. То есть мы выдерживаем потери не только хоста, но и в принципе любого компонента аппаратного кластера. Тут как бы все прозрачно для пользователя, но логика работы под капотом собственно обеспечивает именно это. На картинке один блок это один объект или его часть 255 гигабайт. Ну смотрите, во-первых, не все объекты у нас занимают больше 255 гигабайт. Соответственно, это может быть и один объект, но может быть да, и один блок вы называете это один компонент. То есть да, у вас внутри вот этого дата, скажем так, компонента, может быть несколько компонентов по сути. Просто если рисовать всю логику, то она будет еще сложнее. Я тоже покажу там на следующем слайде, как это может выглядеть в принципе, когда у нас начинает работать страйпер. Ну вот, как вы видите, соответственно, все возможные политики есть на вот этом слайде. То, что я уже перечислял, это мирроринг с разным количеством, с выдерживанием разного количества отказов. И это и рейджер кодинг двух типов, ну и ноу-дата-редумбанцы. Ну, соответственно, давайте посмотрим по месту. То есть, если у нас сырые данные занимают, то есть, без отказа устойчивости 100 гигабайт, они, в принципе, как вы видите, размещаются на одном хосте. при политике RAID 1 у нас, соответственно, две копии данных и витнес, это уже занимает 200 гигабайт, но витнес практически ничего не занимает, это служебный компонент. При политике RAID 1 с, соответственно, FTT 2, когда мы выдерживаем падение двух хостов, то есть, это так называемый 3-way mirror, у нас уже три дата-компонента, то есть, три копии данных и два витнеса, то есть, во-первых, нужно пять хостов, во-вторых, место уже 300 гигабайт занято на кластере, то есть, в три раза больше, что, наверное, не очень эффективно. Ну, соответственно, если мы включаем RAID 1, то издержки по месту уже гораздо более, скажем так, гуманные, это 1.33, то есть, данные занимают на дисках 133 гигабайта, ну, то есть, как вы видите, это три дата-компонента, то есть, это уже не копии, это просто, скажем так, части данных, размазанные по серверам, соответственно, и один parity компонент. И, как видите, ну, это гораздо более эффективно в плане использования емкости, чем просто RAID 1, то есть, тут у нас издержки 1.33, в RAID 1 у нас издержки 2. Ну, для RAID 6 это коэффициент полтора, соответственно, у нас данные занимают 150 гигабайт, 4 data parity, double parity, ну, и нужно 6 хостов, соответственно. Ну, также есть еще, не приведен, опять же, это специфический случай, RAID 1 и FTT 3, соответственно, там нужно будет уже 7 хостов, и диски будут занимать уже 400 гигабайт, что тоже логично, это FOW и MIRROR, скажем так. Леша, да, тут просто сразу вопрос хотел бы ответить. Смотрите, там с витнесом история на самом деле интересная, он есть не всегда, потому что витнес нужен для того, чтобы правильно выбирать мажоритарность. Давайте, скажем так, обеспечить кворум, ну, окей, обеспечить кворум, да. Компонент, какое-то количество голосов, чтобы это количество голосов было нечетное, и чтобы нам можно было понять, какие компоненты остались живы, какие нет, именно и вводится этот витнес, чтобы избежать партишенинга. Соответственно, да, может быть по-разному, может быть, несколько этих компонентов витнес, и, соответственно, это абсолютно нормально. А вот в пятом рейде у нас уже, ну, скажем так, это не нужно, потому что... кворум там обеспечивается без витнеса, да. Просто у нас... Да, извини. Ну, там просто на самом деле у каждого компонента есть некое количество голосующих, голосов, да, при вот этом выборе. Это в первом писании там было все просто, потом добавили количество голосов, можете посмотреть. но по факту, если бы просто возьмите бумажку, и можно нарисовать, сколько нужно вот этих вот самых арбитров дополнительных, чтобы правильно отработать допустимое количество отказов. Ну, тут действительно надо еще испытывать, что у разных компонентов разное количество голосов, в принципе, например, ну, ну, то есть витнес — это просто служебный компонент, чтобы обеспечить кворум, то есть чтобы у нас было большинство в какой-то части кластера, если он там разделился по сети на два кластера, например. Тут не надо сильно заморачиваться, опять же, эти витнесы ничего не занимают. Ну, и в эрэйзер-кодинге они, в принципе, необязательны. Бывают довольно-таки часто, потому что и так такое количество компонентов, что в принципе дополнительные голоса не нужны. Например, там, если parity-компоненту дать меньше голосов, то при разделении кластера на два, ну, вот в пятом рейде, у нас вот эта вот часть останется живой, а вот эту вот часть мы будем считать мертвой. Соответственно, у нас никаких проблем именно с определением кто жив, кто нет, скажем так, не будет. Консистентность обеспечивается, смотрите, там у каждого компонента есть свои, ну, свой условно уникальный номер, такой счетчик. То есть, если у вас было два компонента, один, например, увели в оффлайн, да, потом он вернулся через какое-то время, его, он будет старее по версии, туда будет произведена докатка всех изменений с более нового компонента. Не знаю, понятно или нет. Ну, я надеюсь, понятно, да, потому что действительно... Ну, короче, ситуация быть не может быть, да, то есть, там, если нету кворума, да, то есть, и... Нет, конечно, будет. Нет, конечно, все будет во время... Ну, у вас просто, смотрите, у вас есть актуальный компонент один, есть, например, его витнес, они одного поколения, да, между собой, они оба актуальны на текущий момент, поэтому все работает. У вас появляется один старый, который, например, у вас там хост выключился, включился, будет определено, что он старее, и будет сделан чек, то есть, ну, произведена сверка, и все изменения будут докатаны туда, но это делается, естественно, в онлайне, это у вас, ну, как будто ребил, скажем так. Да, я еще поясню, если у нас произошла полная изоляция кластера, то есть, например, отказал свитч, и все сервера, сервера, извините, оказались изолированными, то, в принципе, тоже никакой проблемы не будет, просто компоненты будут заблокированы, и в них ничего написать будет нельзя. Поэтому, собственно, мы пытаемся обеспечить ворум, и поэтому у нас проблем с консистентностью в этом случае быть не может. Ну, то есть, если сети совсем нет, то у вас отрабатывает изолейшн-респенс, у вас, если изолейшн-респенс с LeadPowerDone, то все равно, в принципе, записать на диске будет ничего нельзя, соответственно, данные не поменяются, и не будет такой ситуации, что непонятно, кто из компонентов актуален, а кто нет. И при включении сети они друг у друга увидят, они проверят, что они все как бы до одного, до состояния, до одного времени, и после этого запустятся. Ну, в общем, ВИСАН — это строго консистентная система, да, если мы там говорим про кап-теорему, то она строгая СИС, строгая ПИ, и не строгая А. То есть мы жертвуем доступностью для сохранения аттестентности. В общем, как и любой, по-моему, приличный сторож. Ну да, все, в принципе, принципы не примерно одинаковые, тут, собственно, то же самое, только там не на уровне дисков, там, или каких-то накопителей, а на уровне именно хостов. Ну, еще, тогда затронем тему производительности, если мы говорим про политики хранения, вот вопрос, можно ли мне, там, выгодно ли мне будет включать RAID 5, RAID 6, и там, не пострадает ли моя производительность. Во-первых, еще раз обращу внимание, то, что все настраивается на уровне политик, на лету, то есть вы можете для своей виртуальной машины, там, или для тестовой виртуальной машины, которая выполняет те же функции, что и боевая, включить RAID 5 или RAID 6, если не понравится именно в плане производительности, будет там чуть больше latency, например, вы можете вернуться к RAID 1. Соответственно, из-за чего latency, тоже, я думаю, понятно, тут физика, ну, во-первых, есть небольшое время, разумеется, на расчеты этих самых parity, double parity, хотя это не очень значительно, но и самое такое, скажем так, самые большие издержки это именно на записи, то есть, если у вас в RAID 1, FTT 1 каждая запись со стороны виртуальной машины выливается, соответственно, в две записи со стороны кластера, то есть мы пишем в одну копию, пишем в другую копию, в FTT 2 с RAID 1 это, соответственно, три записи, то если мы включаем RAID 5, то мы должны записать, мы должны прочитать нужные нам данные, прочитать parity, пересчитать parity, записать новые данные и записать, соответственно, новую parity, и с RAID 6 то же самое, только надо читать и писать две parity, это ровно так же, как у обычных RAID'ов, тут никаких чудес нет, если говорить на практике, издержки обычно, ну, на самом деле не очень большие, то есть, в принципе, для all-flash систем в подавляющем большинстве случаев для большей части, опять же, виртуальных машин можно без проблем включать RAID 5, RAID 6, опять же, если что, можно всегда откатиться на RAID 1. Я бы сказал так, RAID 1 включают именно для нагрузок, где, опять-таки, там очень критичная latency, самый простой случай это логи баз данных, ну, волы, всякие, а саму базу кладут на тот же самый RAID 6, потому что туда ряды идут, а с рядами, так как мы читаем со всех компонентов, со всех копий, там, с перформанса на чтение все прекрасно. Да, абсолютно, именно так. Ну, еще давайте поговорим про несколько политик, то есть, кратко их затронем, расскажу, что это такое, какие там особенности. Ну, во-первых, политика quality of service, вы можете на уровне каждого объекта, то есть, каждого диска VM задать определенный COS, вот, например, здесь 200 EOPs задан COS, то есть, больше 200 EOPs, если диск будет пытаться потребить больше 200 EOPs, то у него начнет повышаться latency, и он начнет тормозить. Тут надо на что обратить внимание? То, что EOPs нормализуются на уровне 32K, то есть, вот тут более-менее понятно написано, если у нас EOPs 32K или меньше, то это будет один EOPs в понимании веса на 64K, или это будет 2 EOPs, соответственно, 128K, это будет 4 EOPs. Об этой особенности надо просто знать, вот это так и сделано. Что еще тут надо сказать? На самом деле, технически это работает довольно-таки просто, так как мы знаем все о наших виртуальных машинах, мы просто считаем для каждого объекта, для которого применена эта политика, сколько EOPs, в принципе, за секунду должно пройти, сколько операций ввода-вывода. Если у нас этих операций ввода-вывода становится больше, то мы, соответственно, увеличиваем latency для следующих операций. Соответственно, в таком подходе у нас могут быть некоторые берсты внутри секунды, но, в принципе, если, скажем так, виртуальная машина или ее диск пытается превысить свое значение, которое задано в политике, то latency, разумеется, поднимается. Ну, то есть, это немножко не такой подход, как обычно, на уровне очередей. Чуть, скажем так, более, на мой взгляд, умный и гибкий. Но, опять же, результат будет примерно тот же самый, то есть, чудес никаких не бывает. Если виртуалка хочет много, а мы ей поставили ограничение там маленькое, то latency вырастет довольно-таки быстро, скачкообразно. Тут ничего не поделаешь. То есть, использовать это можно и нужно для тех же noisy нейборов, но надо применять с осторожностью. Да, ну и немножко про политику страйпинга. А, так, Коля. Окей. Немножко про политику страйпинга, то, что я говорил, то, что мы можем принудительно разбить реплику на, например, два компонента. Вот у нас тут есть диск 200 гигабайт, который, в принципе, теоретически влезает в максимальный размер компонента 255. Соответственно, для этого диска мы задали политику FTT 1, RAID 1. У нас есть две реплики. И, соответственно, внутри каждой этой реплики создается дополнительный RAID 0. То есть, как вы видите, вот у нас в одной реплике было создано два компонента по 100 гигабайт. Эти компоненты легли на разной капасти накопители одного сервера, может быть, даже одной дисковой группы. Это совершенно нормально. И для второй реплики также был создан дополнительный RAID 0. В этом случае у нас компоненты легли на разные серверы. То есть, это стопудово разные дисковые группы и разные серверы. Политику мы соблюли, потому что мы можем выдерживать падение одного из серверов без проблем, какой бы из серверов это ни был. В принципе, если бы у нас кластер был большой, то вот эти вот компоненты тоже могли бы лечь по разным серверам. это абсолютно не проблема. Опять же, для чего это сделано и может ли это в принципе повлиять на производительность? Скажем так, да, может. Но, как вы видите, VESAN при определении, куда ему положить собственно компонент, он ориентируется на то, сколько свободного места на диске. Он не пытается разложить компоненты по разным дисковым группам. Соответственно, изначально это было сделано для гибридных кластеров, чтобы у нас не, ну, скажем так, один большой жесткий диск не ложился на один шпиндель. То есть, в принципе, в гибридных кластерах это может действительно для больших виртуальных машин или для виртуальных машин, которым нужна большая производительность, дать дополнительный прирост, потому что, ну, там каждый шпиндель имеет очень ограниченное количество иопсов, скажем так. Для AllFlash кластеров, да, это может дать большую производительность виртуальных машин, ну, вот как минимум для вот этих вот двух компонентов, которые используют разные дисковые группы, соответственно, они используют разные кэш-накопители, соответственно, производительность пики может быть больше. Мы используем как производительность одного кэш-накопителя, так и другого. Но это надо каждый раз пробовать. Опять же, с увеличением вот этого параметра StripeSperObject мы увеличиваем сложность и уменьшаем количество вариантов, которыми может Vissan разложить компоненты по кластеру. Соответственно, без, скажем так, необходимости это лучше не делать. Я бы сказал так, не включайте Stripe, чтобы просто надеяться получить больше производительность, да, то есть это такая настройка именно для тюнинга, если вы понимаете, что вы хотите увеличить и как вы хотите, и вы видите с машиной это потребность этой машины, то тогда выкручиваете, но не превентивно, скажем так. Ну да, то есть это уже надо делать, когда вы поняли, что вам там чего-то не хватает и в принципе, да, это может увеличить производительность, но, во-первых, надо тестировать, во-вторых, просто так это на всех виртуальных машинах настраивать точно не надо, то есть дефолтную политику стоит, там максимальное количество Stripe'ов вам никакой радости в жизни не принесет. Ну и соответственно для Eraser Coding примерно то же самое, вот у нас каждый компонент разбит на дополнительные два компонента, в этом случае они легли на один и тот же сервер в одну дисковую группу, то есть тут в принципе все так же, как для рейда первого. ну и еще такая штука, на которой тоже хочу остановиться и просто пока сказать, что она есть, не будем углубляться в технические детали, у нас в принципе можно на класты включить компрессию, дедупликацию, это настраивается не на уровне политики, просто чтобы не было лишних, скажем так, надежд, настраивается на уровне всего кластера, либо storage efficiency включена, либо выключена. Соответственно, компрессия, дедупликация происходит на уровне дисковой группы, размер блока у нас 4К, в принципе, тоже некоторые наши коллеги нас упрекают в том, что компрессия, дедупликация только на уровне дисковой группы, то это теоретически менее эффективно, чем компрессия на всем кластере, но честно говоря, если смотреть по результатам, получается примерно то же самое, что и у остальных, то есть где-то там близко к двой данных, то есть не вижу смысла именно спорить в этом случае о реализации, потому что по факту получается то же самое. Ну и еще, в принципе, механизм компрессии у нас достаточно умный, если мы не можем, скажем так, сжать блок достаточно эффективно, то мы не пытаемся его сжать, соответственно, не расходуем дополнительные циклы ЦПУ. Наверное, вот, скажем так, в первом приближении это все. Единственное, что, наверное, надо запомнить, то, что результаты такие же, как и у остальных, что у классических с HD, что у гидроконвергентных систем, то есть, ну, коэффициент где-то можно рассчитывать на полтора, если вы там консервативный, на два, если вы оптимист, скажем так, ну, обычно близко к двум все-таки, и то, что включается все на уровне кластера, не на уровне каждого объекта. Леш, пока ты переключаешься, там где-то у нас в начале был вопрос в самом, про то, где хранятся метаданные для дупликации, ну, ты вроде бы ответил, там, если непонятно, вы там напишите, просто обещали потом ответить. Да нет, я бы на самом деле рассмотрел компрессию дупликации чуть более подробно там далее, чтобы, опять же, этот вебинар не превращать в такой совсем димой. Ну, окей, хорошо, хорошо. Общие концепции, да. Смотрите, мы уже полтора часа, и я хотел еще рассказать про чтение записи, скажем так, с Висана, но, наверное, уже это имеет смысл перенести на следующий раз, или продолжить? Нет, Леш, давай, давай, давай сразу. Окей. У нас вроде люди, люди есть, давайте. Люди не разговаривали. Давайте про его пас. Я по ошибке вебинар до трех часов меня сегодня забил. Отлично. Карантин вебинар. Да, окей, давайте продолжим. Это, на самом деле, последняя тема, такая глобальная, которую я сегодня хотел рассмотреть. Как вы видите, у нас такой вебинар с одной стороны общий, с другой стороны мы пытаемся посмотреть именно на механизмы работы Висана, не углубляясь в технические детали. Технические детали будут далее. Это тоже будет, но хотелось бы смешивать. Давайте тоже в таком же режиме рассмотрим ИОПАС, то есть как происходит запись и чтение с Висана. Ну, самое простое, наверное, запись на Висан. В принципе, запись происходит одинаково, что для гибридного Висана, что для All-Flash Висана, так как буфер записи есть и там, и там. Ну, вот, в принципе, алгоритм, то есть костевая операционная система хочет записать какие-то данные. Соответственно, как я говорил, у каждого объекта, то есть у каждого диска виртуальной машины есть свой овнер, то есть какой-то хвост, который отвечает непосредственно за датапасс, за запись данных, за планирование этих записей для обеспечения отказа устойчивости. Соответственно, этот овнер планирует операцию записи на два разных хоста, ну, в соответствии с политикой выбрана рейт-1. Соответственно, данные записываются в кэш-накопителе обоих хостов, и хосты возвращают acknowledge собственно овнеру. И после этого заказ считается пройденной. После того, как, собственно, данные записались в кэш обоих хостов, кэш у нас, напомню, энергонезависимый, соответственно, если что-то выключится, данные, в принципе, останутся. Там будет некоторый процесс восстановления по журналу, но это всего лишь занимает время, данные останутся консистентны. Соответственно, после этого асинхронно происходит комик данных в уровень capacity. То есть, еще раз подчеркну, что этот процесс асинхронный, мы его не дожидаемся. И этот процесс называется дестейджингом. Соответственно, мы получаем довольно-таки эффективную операцию записи, поскольку даже в all-flash кластерах, как мы обсуждали ранее, накопители, которые используются под кэш, быстрее и надежнее. И так как дестейджинг происходит бетчами, то есть на уровень capacity, мы также экономим ресурс накопителей уровня емкости. То есть, мы можем выбирать менее надежные и более доступные накопители большего объема. На наш взгляд, это является оптимальным алгоритмом даже для all-flash систем. Это вот то, о чем мы говорили опять же вначале. Как говорить про запись? Если говорить... А, единственное, что про запись и на чем еще хотел бы остановиться, если данные не были за, скажем так, записаны на уровень емкости, то они могут быть считаны из фэш-накатителя, о чем мы там тоже поговорим далее, вот в этом слайде. Как происходит чтение? Когда виртуальная машина хочет считать данные, то есть, происходит операция чтения на уровне операционной системы, соответственно, тот же самый owner, который владеет дата пасом, то есть, путем данных для конкретного жесткого диска, выбирает, из какой реплики эти данные должны быть считаны. В принципе, этот процесс, скажем так, обеспечивает некоторую балансировку на группе. Коля, выключи, пожалуйста, микрофон. То есть, у нас данные, часть данных читается из одной реплики, часть данных читается из другой реплики, что позволяет более эффективно использовать ресурсы. Опять же, это не обязательно должна быть локальная реплика, то есть, виртуальная машина может работать на одном хосте, а данные считываться с реплики на другом хосте, это абсолютно нормально. Ну и вообще, так, если честно, виртуальная машина может работать на хосте, где нет ни одной из реплики, у нас нет дата локалити как таковой в этом плане. Соответственно, происходит балансировка нагрузки таким образом, часть данных читается с одной копией, часть с другой, и, в принципе, тут еще стоит обратить внимание, что если один блок был считан из одного накопителя, из одной копии, то этот же блок будет читаться всегда оттуда. Таким образом, это позволяет горячие блоки сохранять в кэше и, соответственно, также повысить эффективность, скажем так, операции чтения. Ну, дальше, понятное дело, когда блок считан, соответственно, он возвращается в виртуальную машину через того же повнера. То есть, тут уже все просто и понятно. Если говорить про гибридные системы, то тут еще добавляется readcash, соответственно, у нас горячие данные по алгоритму ARC, это немножко доработанный алгоритм, который позволяет защититься от засорения кэша, скажем так, горячие данные поднимаются в уровень readcash, то есть, часть данных у нас читается из readcash, что может повысить эффективность системы хранения сильно и, соответственно, также снизить нагрузку на накопители уровня емкости. Опять же, все происходит асинхронно. Горячие данные у нас находятся в кэше, холодные данные у нас находятся на жестких дисках. В принципе, как уже говорил Коля, кэш рано или поздно кончается, соответственно, на большей части нагрузок. Иногда бывают пики latency, когда нам надо обратиться непосредственно к, скажем так, жесткому диску. В этом случае у нас данные читаются из диска и сразу же копируются на SSD накопитель, то есть на кэш. Эти операции происходят параллельно, то есть надо понимать, что мы не производим сначала копирование в кэше, потом чтение оттуда. То есть данные читаются непосредственно с диска и уже копируются в кэше. В принципе, механизм довольно эффективный. Если у вас процент кэша большой, то есть мы рекомендуем делать кэш размером от 10% полезных данных, то мы можем получить довольно-таки быструю систему с хорошей стоимостью за гигабайт. Леш, я бы здесь хотел, может быть, дополнительно или еще раз прокомментировать на тему как раз кэша и вернуться к вопросу, который был раньше насчет кэша или тиринга. Почему у нас для чтения используется кэш? Потому что когда у вас поднимаются вот эти данные с уровня хранения, они на жестких дисках никуда не удаляются. То есть мы берем большой страйп, читаем его в рам и мы можем его читать в рам сразу, потому что рам хоть энергонезависимый, но это всегда копия мы данные не потеряем. Сразу из рамы выплюнуть запрашиваемый блок в гостя, а потом всю эту историю записать в ридкэш. Это уже асинхронно происходит, машина этого не видит. Но когда у вас заканчивается вот это вот место под кэш, под ридкэш, то мы не вытесняем эти данные вниз, создавая нагрузку на шпинделя, на запись, а мы их можем просто удалить, потому что это копия. И за счет вот этого у нас очень сильно разгружается уровень, как бы, именно уровень хранения, потому что он-то на самом деле всегда является узким местом в любом гибриде. То есть если вы еще на диск пишете, вы не можете в этот момент прочитать блок, который находится на другой дорожке. И именно за счет этого как раз это почему именно ридкэш, а не тир в данном случае. Да, еще раз обратить внимание, что в гибридной конфигурации тоже, несмотря на то, что накопители энергонезависимы под кэш, их емкость не используется именно непосредственно для хранения данных. Ну и еще к пара особенностей алгоритма, то, о чем тоже Коля успел упомянуть. Во-первых, этот алгоритм обеспечивает защиту от, скажем так, последовательных операций типа бэкапа, когда у нас полностью забивается, скажем так, кэш-накопитель ненужными данными, которые на самом деле не горячие. И второе, то, что при подъеме данных из уровня коопазити в уровень кэш мы берем не просто блок, но и данные, которые находятся рядом с этим блоком. То есть это мегабайтные, скажем так, как страйпы размером один мегабайт сразу поднимаются на уровень кэша. То есть это позволяет также увеличить эффективность. Ну и еще раз, если так, в принципе гибрид позволяет обеспечить хорошую производительность при не очень большой цене за гигабайт. То есть стоит его тоже рассматривать для ваших целей. Хотя... Я бы сказал так, не бойтесь на самом деле гибрида рассматривать гибрид. Многие считают, что гибрид это медленно, а у Flash это быстро. Это не совсем так. И то и другое может быть одинаково быстро. То есть вопрос именно требований по latency. И второй вопрос, который на самом деле действительно о чем говорит Леша, о том, что не всегда гибрид на самом деле имеет смысл. Там такая есть обычная история, это сколько вам нужно терабайт емкости на хост. Вот если вам ее нужно мало на хост, то, как правило, гибрид вообще не имеет смысла даже с точки зрения денег. дешевле будет взять AllFlash. Если данных наоборот очень-очень-очень много у вас на хосте, то там гибрид может быть заметно дешевле. Абсолютно. Так, да, это вот в общем случае как это происходит с чтением и запись соответственно с первым рейдом. Ну и немножко, опять же, я это на пальцах объяснял, еще раз покажу на диаграмме, как это происходит с пятым рейдом и шестым. Соответственно, все примерно так же. Опять же, есть тот же Owner, который управляет потоком ввода-вывода для конкретного действия. Даже виртуальная машина, которая хочет что-то записать. Но единственное, что мы для того, чтобы записать одинописно-виртуальные машины, мы должны соответственно прочитать данные из соответствующего компонента. Коля, выключи, пожалуйста, микрофон. Прочитать parity и соответственно пересчитать parity, то есть это тоже некоторые затраты. И потом записать новые данные и записать новые parity. То есть, как ни посмотри, есть некоторая penalty. Опять же, в реальной жизни оно обычно достаточно небольшое. так как этого флэш обычно всем производительности хватает. Немного растет latency соответственно и теоретически немного растет загрузка процессора, но если честно, я этого на практике даже в бенчмарках особо не замечал. То есть, нагрузка процессора остается примерно та же самая по факту. ну и соответственно для шестого рейда все примерно то же самое, только нам надо прочитать теперь не одно parity вместе с данными от два parity и соответственно их пересчитать. То есть, у нас уже получаются три чтения и три операции чтения, три операции записи. Ну и еще соответственно промежуточная операция от пересчета parity и double parity. Опять же, по факту казалось бы, что это большие издержки, но в нашем алгоритме работы это не приводит к большой загрузке ЦПУ и к там серьезной, скажем так, просадке производительности на большей части нагрузок. Опять же, тестируйте, это все настраивается на уровне каждой виртуальной машины каждого диска, смотрите, подходит ли это вам. Ну, вот опять же, по опыту RAID 6 для AllFlash-кластеров является оптимальной конфигурацией и все используют, ну вот, все у кого кластер, размер кластера позволяет использовать RAID 6 обычно. Тут интересный вопрос в чате. Леш, давай я, я отвечу, я жду, пока ты остановишься. Смотрите, давайте с конца начнем, с 30% нет, смотри, про 30% свободного места, это так называемый Slack Space. Да, Slack Space, мы говорим, что мы рекомендуем, чтобы у вас загрузка дата-стора была не более 70%, на что используется 30%, не за снижение перформанса, на самом деле, если посмотреть, вот, и мы проводили такие тесты, у вас перформанс, что на 50%, что на 70%, что на 98%, да, загрузки, он одинаковый, там вопрос в другом, почему мы рекомендуем держать запасы, запасы используются под принципиальных три вещи, вещь первая, это отработка отказов, то есть, если у вас вылетает хост, вы должны иметь место, чтобы его отрибилдить, ну, данные, да, отрибилдить, это раз, то есть, как минимум, один там на N, где N у вас количество хостов, у вас должно быть свободно, это раз, во-вторых, это место используется для служебных операций, типа, не знаю, создания снапшотов бэкапами, запасы под рост VM, то есть, если вы вспомните, да, официальный гайденс, который, ну, не гайденс, а лерт, который возникает у вас на заполнении висферовского датастрора, это 80%, да, то есть, мы и на сфере говорим, что, ребята, жить со 100% утилизированным датастрором, это такое, да, потому что должен быть запас вот на эти снапы, в случае висана еще на перестроение изменений политики, да, о чем Леша говорил раньше, это второе, и третье, это, что может оказать влияние на перформанс, это ребаланс, то есть, когда вы загружаете кластер на там 80% и выше, включается процесс перебалансировки емкости между узлами, для того, чтобы равномерно, ну, еще более равномерно, да, заполнить каждый диск, каждый хост на вашем кластере, чтобы не кончилось такого, ну, чтобы не было такого, что у вас диск закончилось по месту, да, и объект не смог расти на нем, и да, на момент вот этого ребаланса у вас может быть деградация производительности, но, во-первых, это служебная операция, они проходят через наш шеддлер, о котором Леша сегодня не рассказывал, наверное, расскажут в следующий раз, да, то есть ресинк, ресинк, ребаланс, они потребляют до 20%, до, да, ну, да, до, могут одеть до 20% ресурсов, если у вас кластер 100% утилизировал, вот, и если у вас, как бы, на самом деле, после этого ребаланс прошел, то перформанс у вас будет точно такой же, поэтому, давайте так, рекомендация 30%, она является, по мне, абсолютно здравой, да, окей, но у вас 20% рекомендации на чем угодно, у вас нету дата-стор на сфере 100% утилизировано, да, поэтому, извините, это не ты, Николай, Николай, который вопрос задает, там действительно есть рекомендации про 30%, это правильно, но я, честно говоря, не помню, что там было про перформанс написано, и действительно, по нашим тестам, которые мы сами делали там со своими кластерами, в принципе, от заполнения кластера ничего не меняется, то есть мы заполняли кластер на 90%, ну, разумеется, 97 я смог, разумеется, объем горячих данных был не 90%, а меньше, но, в принципе, производительность от именно заполнения непосредственно не менялась, и, честно говоря, в последних версиях Весана, которые там 6.7, апдейт 2, апдейт 3 и 7, в принципе, проблемы, ужасные проблемы даже при переполнении, кластера, если вы умудрились каким-то чудным образом заполнить его на 100%, нет, то есть у вас не останавливаются сервисы Весана, у вас, разумеется, тормозятся ВМки, потому что им некуда писать, ну, как на классических датасторах, то есть они, скажем так, как это называется, господи, фризятся, то есть уходят в суспенд, вот, и, соответственно, вы можете потом удалить лишние данные или их сдвинуть, и эти ВМки включить, и все это делается из интерфейса. То есть... Да, Николай, мы вот, то, что вы сейчас скопировали, мы именно об этом говорим, то есть мы говорим, что держите запас свободного места, на самом деле, можно открыть дизайн Sizing Guide, я его сейчас пришлю, да, там написано, что Slack Space используется под очень разные задачи, и да, еще раз, в момент самого ребаланса, да, в момент, когда у вас вот возникает первоначальный рост, влияние на перформанс есть, но это не такая стабильная просадка, которая там у вас есть, сторож заполнили, он не работает. Смотрите, если один диск будет заполнен на 100%, в принципе, у нас компоненты, ну, как я уже говорил, максимальный размер компонента 255 гигабайт, но эти компоненты могут быть принудительно разбиты на несколько компонентов, и то есть, вот поэтому и запускается вот этот вот процесс, который называется Reactive Rebalance, если у нас какой-то накопитель заполнен более чем на 80%, и сам как раз начинает заниматься такой вещью, что разбивает компоненты на более мелкие и пытается, скажем так, сбалансировать использование дисковых ресурсов, то есть, чтобы все диски были заполнены одинаково. В принципе, если диск заполнен на 100%, ну, скажем так, такого быть не должно, но иногда... Нет, но при этом останавливается IO этой машины, потому что мы не даем ей коммит о том, что данные записаны, мы всегда должны записать в два места. Соответственно, если мы его не можем записать, то коммита в нее не будет. Иногда такое, в принципе, бывает, да, это из-за некоторых глюков бывает, сейчас в последних версиях я это меньше вижу, но раньше добыло, но, в принципе, опять же, ничего ужасного с данными не происходит, у нас происходит вот это вот разбиение компонентов на несколько более мелких, и все данные остаются консистентными. Вот. Окей, и тогда второй вопрос, который там был выше, про планируется легализация данных в EM, да, это про дата локалити. Смотрите, дата локалити это не фича с нашей точки стороны, да, то есть, и тем более дата локалити чего. То есть, если, например, у Visana, у него есть RAM-кэш на чтение, который живет на самих хостах, где работает у вас виртуальная машина, и он локален. Совсем маленький. Он очень маленький, там 0,4% от RAM-хоста, но почему он локален? Потому что время обращения в RAM, да, оно на там порядок, который 2, превышает время, ну, задержки по сети. Ну, да, наоборот, меньше, да. У нас есть дата локалити с точки зрения метрокластера. То есть, если у вас есть растянутый кластер, мы всегда читаем с одной копии с той площадки, где находится виртуальная машина. Потому что поход на запрос на чтение на другую площадку может добавлять плюс 5 миллисекунд. Это поддерживаемый roundtrip time между сайтами. Это много, да, на фоне задержек сторожа. Поэтому там у нас дата локалити есть. Если мы говорим про дата локалити, которую вот это вот классили, давайте читать с узла, то вы очень правильно заметили второй механизм, что изменение работы DRS. Вот по моему персональному мнению было всегда, что сторож не должен рассказывать гипервизору, где работать в виртуальной машине. Это не его дело. И превизор сам намного лучше знает, как это делать. И поэтому задача DRS как раз размещать машину на тех хостах, где это и будет лучше всего с точки зрения CPU, рамы, сетей и так далее. И поэтому DRS у нас там с каждой версией улучшается, там все больше и больше мозгов. Вот. И поэтому сторож не должен ограничивать DRS. Да, но говорить в принципе о задержках по сети, то есть... Вот. И это второе, да. То есть если вы возьмете любой 10-гигабитный коммутатор, хотя бы, да, коммутатор, который сейчас есть, да, центровый, да, его задержка на порту, да, будет там, ну не знаю, одна микросекунда, либо там сколько-то сотен наносекунды. Это не значит, что ваша задержка такая будет между двумя хостами. Это, конечно, неправда. Задержка, потому что основная задержка возникает в сетевых картах, драйверах, буферах, ну вот тут, да, она живет. И посмотрите, там возьмите, сделайте вам копинг между двумя язык с хостами на десятке. Вы увидите, что латенси в районе от 30 микросекунд где-то до 70 микросекунд. Микросекунд. Да, 30, там надо подтюнивать, конечно, 70, это как бы вот обычный из коробки то, что есть. И теперь внимание, если у вас целевая латенси, да, в виртуальной машине, то есть что вы хотите от сториджа, как правило, это 3 миллисекунды, миллисекунды, окей, может быть одна, да, прям совсем, вот одна миллисекунда в гостей считается круто, хорошо. Вот одна миллисекунда и там, не знаю, 50 микро. Вот эти 50 микро намного больше зависят от того, какая у вас SSD-шка стоит, то есть вот это вот то, о чем говорил раньше, это нормальное про распределение. И поэтому, и мы проводим такие тесты, и реально разница по большому счету машина у вас работает там же, где ее данные или на другом хосте, ее нет, потому что коммуникация между двумя ядрами ESX-а проходит очень быстро, ну, на фоне, да, там задержек дисковых подсистем реальных устройств. поэтому мы не видим плюсов от даты локалити именно с точки зрения чтения с локального хоста, да, с точки зрения записей, запись у вас понятна по определению, да, там дата локалити бессмысленна, потому что вы всегда должны писать на удаленный хост и ждать от него коммиток, да, ну, там уж синхронная история, вот. Вторая сторона, которая может быть, это загрузка интерфейса, но все, что мы видим во всех, да, инсталляциях, которые реально есть, 10, даже 10-гигабитный интерфейс один не является ограничением, он не утилизирован. Да, я тоже хотел по этому поводу сказать, кто-то в чатике выше задавал вопрос именно по поводу утилизации интерфейсов, может быть, может ли быть, да, Виктор задавал, может ли быть сетевой интерфейс в принципе, общим местом, то есть сеть между хостами. Честно говоря, на практике я такого не наблюдал, даже когда мы запускаем, скажем так, на очень производительном кластере специальные бенчмарки, то есть не просто повседневная работа, а именно бенчмарки, то, в принципе, утилизация интерфейсов на большинстве паттернов, она не очень высокая. Если мы именно запускаем последовательное чтение запись, да, мы можем десятку там в принципе, утилизировать, даже две десятки, наверное, но это именно специальный кейс, когда мы запускаем последовательное чтение и запись на всех виртуальных машинах кластера HCI-Bench. То есть на практике, вот когда мы там делаем ассессменты у клиентов с целью внедрения веса, и мы смотрим там на трафик на интерфейсах, даже сторожовых, в принципе, выясняется, что потребность есть скорее в опсах и в пропускной способности, поэтому ну, даже десятку на практике утилизировать вряд ли у вас получится. Я бы сказал, единственный... На бэкэнде у нас, да, больше опсов, чем на фронтэнде. Я бы сказал, единственный кейс реально, где реально имеет смысл думать, да, о сетевой утилизации, это нагрузки типа Hadoop и прочего бигдата, которые сами по себе, да, генерят большой сетевой трафик, ну, я имею в виду VM, да, трафик, и при этом у них как раз зачастую от этого много параллельного последовательного чтения, последовательной записи, большими блоками. Там, как правило, да, имеет смысл говорить о том, чтобы дать две двадцати пятки по WSAN и две двадцати пятки по VM-нетворк, да, но для интерпрайза это не имеет, ну, для стандарта, да, там, виртуальных машин. Да, и еще тогда, если Коля затронул действительно вот эти вот современные нагрузки типа Hadoop, надо сказать, что у нас, ну, это официально документировано, в принципе, есть политика через запрос к нам, мы можем включить дату локалити для, там, некоторых виртуальных машин, именно когда мы выставляем FTT 0 и делаем, размещаем виртуальную машину там же, где ее диски, это включается по запросу через нашу поддержку специально как раз для Hadoop и подобных приложений. Стоит ли это... И то там основной смысл не в том, чтобы увеличить производительность, да, там больше смысл в том, чтобы те приложения, которые умеют защищать данные на своем уровне, да, как тот же самый Hadoop или там какой-нибудь NoSQL, чтобы они как раз сделали это на своем уровне, потому что иначе там возникает момент, что они защищают данные по-своему, да, не знаю, у вас там две реплики на уровне Hadoop, две реплики на уровне Visana, да, и получается это четверное, ну, четырехкратное overhead, по емкости. Ну, я потому, что просто такая возможность есть через нас. Есть, да. В принципе, мы это делать можем, но вот это такой очень корнер-кейс не очень, скажем так, распространенный. Тут еще последний, ну, вернее, последний на данный момент вопрос по поводу Visana и сети. Это поддерживаем ли мы Flow Control и Data Center Bridging. В принципе, у нас есть документ такой на Storage Hub довольно-таки исчерпывающий по поводу того, как надо делать дизайн сети для Visana, что мы поддерживаем, что нет, там все это подробно расписано. Смотрите, в принципе, Flow Control и Data Center Bridging, особенно Data Center Bridging, Flow Control, не скажу, работает непосредственно на сети и, насколько я понимаю, никакой поддержки именно со стороны хостов, насколько я помню, для него не нужно. То есть, это просто у вас сеть без потерь. Хорошо ли иметь сеть без потерь для Visana? Да, в принципе, хорошо. Критично ли это? В принципе, нет. То есть, да, Data Center Bridging, если у вас работает там PFC, Data Center Bridging, вот эти все технологии, которые там обязательно использовались в COE и сейчас там поддерживаются во многих коммутаторах дата-центрового уровня, стоит ли их включать? Да, стоит, если вам это ничего не стоит, у вас там отдельная фабрика под Storage. Обязательно ли это и важно ли это? На самом деле, скорее нет, чем да. Опять же, сеть очень, ну, очень в ограниченном количестве кейсов является узким местом для Visana. Вот, я думаю, по сети все. Опять же, мы, наверное, посвятим часть следующего вебинара, уже мы за два часа перешагнули, дизайну кластеров, как это правильно с нашей точки зрения делать, что мы видим из своего опыта и там затронем вопрос сети. Так, давайте. Да, еще один вопрос, тоже понятный и короткий, я думаю. Если имеется два кластера, то можно ли презентовать место с одного кластера на другой, если я правильно понял вопрос. Нет, нельзя. В принципе, у нас для презентации сториджа наружу есть две технологии, но они такие, они не для того, чтобы отдавать это место под виртуальные машины. Это ISCASE. Visana может выступать как ISCASE Target. И это вот в седьмой версии появился NFS, на Visana можно создавать NFS-шары. Но это действительно полезно бывает, там ISCASE Target для каких-то кворумных дисков, для кластеров на bare металле, для а NFS, например, для того же кубернетиса или там для каких-то повседневных нужд, там кит-файловые шары под логи и так далее. Но виртуалки на них размещать нельзя. Да, ISCASE NFS Николай Карелов все так. Ну, не в смысле, что ISCASE NFS, а в смысле, что два протокола. ISCASE и NFS. NFS, да, NFS V3, V4. Вот. Так, ну давайте я, наверное, тогда закончу презентацию. В принципе, я рассказал действительно обо всем, о чем хотел. Вот, не знаю, что еще про distaging еще раз. В принципе, как он работает, я опять же в подробности углубляться не буду, но тут надо обратить внимание, что алгоритмы distaging работают немножко по-разному для гибридного кластера и для AllFlash кластера. Для гибридного кластера Vissan пытается максимально минимизировать, скажем так, использование лишнего capacity слоя, потому что диски медленные, им тяжело, и у них ресурс ограниченный. То есть он, Vissan пытается максимально сериализировать запись, то есть превратить рандомную запись в последовательную и уже записывать на диске большой блок данных, чтобы им было легче и быстрее, чтобы лоттенцы не росла при этом. А в, скажем так, к AllFlash Vissan все работает несколько более просто, потому что SSD на бэкэнде тоже достаточно быстрый, то есть просто холодные данные при заполнении буфера там или при том, что не хватает пространства для логов переписываются в уровень capacity. То есть, ну да, еще раз подчеркну, что Vissan в принципе не стремится максимально быстро вытеснить в AllFlash конфигурации данные из кэша в capacity, потому что данные из кэша в принципе можно считать, если они там остались. То есть, можно произвести чтение оттуда и опять же не производить доступ к capacity уровня. Ну вот, наверное, так, на верхнем уровне то, что я хотел сказать про процесс дистейджинга. Наверное, на сегодня тогда презентацию закончу. Спасибо большое, что присутствовали. Действительно, получилось сильно длиннее, чем я рассчитывал. Спасибо за интересные вопросы. Леша, Николай, мне кажется, сегодня обратили внимание, ну, давайте еще раз, да, почему в флешовом варианте есть кэш, ну, в райдбуфер, да, и есть, ну, два типа, да, двухтирговая система, потому что все SSD, они разные, да, несмотря на то, что это все SSD-шки, сейчас есть, начинает очень быстро хаптанов, да, там, с очень низкими задержками, с очень высоким перфонансом на запись, но большим ценником за гигабайт, то есть доллара на гигабайт на оптане высокий, наверное, самый высокий, который есть на рынке. С другой стороны, у вас есть там QLC-шные драйвы, у которых латентси на запись, на запись, да, в районе двух-трех миллисекунд, да, и при этом чтение у них, наоборот, хорошее, но у них очень дешевый ценник за гигабайт. Поэтому в случае нашей архитектуры, двух этого тира висана, у вас с точки зрения записи машины всегда видят перформанс вот этих, грубо говоря, в write-intensive быстрых SSD-шек, потому что они же окно получают, когда написано туда. И поэтому как будто у нас весь кластер работает с перформансом, там, не знаю, оптана. но если вы будете считать ценник, да, на гигабайт, на висановском кластере, там кэш, ну, при нормальном обычном дизайне, да, он составляет процентов, да, и бог, 10. И 90% стоимости это у вас капасти, то есть, поэтому ценник у вас за всю эту конструкцию получается очень близок к вот этим капасти и рединтенсив SSD-шки. Вот и все. Поэтому это не потому, что архитектура, да, там, вопрос про нужен или не нужен синглтир WISAN идут давно, да, и есть очень разные мнения, что это у нас внутри, да, и на ВИМ-Валде это много обсуждалось публично. Но такая вот текущая архитектура, насколько я знаю, она как бы есть и останется поэтому, потому что это логично. Потому что это раньше, там, да, помните, когда SSD-шки появляли, все было просто, все было SLC, да, были просто дорогие быстрые SSD-шки, и все. И вот тогда иметь двухфир в архитектуру смысла никакого не было. Сейчас как раз происходит наоборот. Сейчас у вас оптаны, дальше сейчас идут PC-мемы, да, с другой стороны, то есть уезжает вниз в сторону более дешевых кольц H-нодрайв. Да, действительно, ну, то есть было бы нелогично заполнять все дорогими накопителями, даже SSD, учитывая, что в наличии есть дешевые, емкие, которых в принципе хватает для целей хранения именно. А запись все равно вся происходит через быстрые там те же оптаны. То есть это действительно обманное решение. Будет ли сингл-тир Весан? Ну, посмотрим. Возможно, когда-нибудь будет, но я думаю, эта архитектура также будет развиваться, потому что, как Коля сказал, она имеет очевидные плюсы даже сейчас, учитывая, что цена самого дорогого SSD оптана и самого дешевого кого-нибудь кольц, ну, там, или других вариантов недорогих SSD действительно низкая. То есть отказ от такой архитектуры в принципе разница высокая, а цена кольца низкая. Отказ от такой архитектуры наверное смысла сейчас не имеет. Коллеги, в тему, пока, я думаю, сейчас будем закругляться, в тему SSD и всего прочего, я буквально, пока мы тут сидели на конференции, повесил объявление о нашем пятничном мероприятии и к нам в пятницу придет Western Digital в виде Григория Никонова, который как раз расскажет о SSD, почему они сейчас не одинаковые, чем они отличаются. Вот, в общем, приходите на нашу пятничную густовую сессию, объявление повесил, в календарик сейчас добавлю, если вы подписаны. Григорий Никонов это инженер HGST, которому действительно можно задавать технические вопросы, я думаю, по опыту у него доклад будет весь мой хардкорный, так что должно быть интересно. Да, запись будет, мы выложим на ProizDDC и в чатике, скорее всего, в Висановском также выложим ссылку на запись. Еще в конце хотел бы обратить внимание на наличие всех наших VMware-ных чатов, тут есть их список, вот сверху наш Висановский, который вы, наверное, знаете, но еще тематические чаты по Realize, то есть по автоматизации, по FaceOne, это n-user-computed, по NSX и по нашим решениям на базе Kubernetes, этот чат появился недавно, но пользуется большой популярностью, там как бы интересная дискуссия, обычные, интересные ссылки, так что рекомендую всем подписаться, кто не знал. КОНЕЦ